Итак, друзья мои, здравствуйте! Я надеюсь, что сегодня мы поработаем еще продуктивнее, чем планировалось вчера. Более того, ввиду вот таких вот нюансов, да, что мы вчера встретились с технической накладкой, мы обсудили вопрос с командой и решили еще сегодня вас порадовать подарками. Так что оставайтесь с нами до конца эфира. Я расскажу чуть попозже, что мы решили для вас сделать. Машу рукой, все хорошо. Вчера не могла, сегодня все сложилось. Да, всех приветствую. Юлия, привет! Да, действительно, многие писали, что в рабочее время не получается. Видимо, кто-то очень-очень-очень сильно хотел на прямой эфир. Супер! Да, видео сейчас нет. У нас сейчас с вами только останется картинка и презентация. В принципе, этого будет достаточно. Мы попробуем еще подключиться. Вот, кстати, писали вариант Zoom, когда мы будем делать демо-сессию. Мы подключимся на Zoom, попробуем через… Вот прямо здесь в нашей трансляции. Да, Zoom. И там, я надеюсь, что будет все хорошо. Перенастраиваемся. Конечно, такие факты всегда немножечко сбивают. Ну, как раз здесь много людей, тех, кто хочет реализовывать себя в онлайн-профессии в том числе, да, когда мы хотим работать с людьми по всему миру. И, кстати, это тоже такой маленький урок и для вас тоже, да, что к таким вот нюансам, к таким техническим накладкам тоже нужно быть готовыми. Такие нюансы возникают и в личной работе, когда вы работаете один на один со своим клиентом, и вот в групповых форматах, когда мы с вами работаем на вебинар, да, и когда мы готовы идти вовне, во внешний мир, вебинары, прямые эфиры нам в любом случае так или иначе приходится вести. Так что чем больше мы реагируем на такие нюансы, тем меньше у нас мотивации. Поэтому мы учимся это принимать, учимся с этим что-то делать. Все то, что в наших силах. Итак, друзья мои, и о чем мы сегодня поговорим? Сегодня мы с вами будем говорить о том, что такое метафорические карты как инструмент. Весь наш, в общем-то, эфир, он посвящен тому, чтобы показать преимущество метафорических карт для того, кто хочет начать работать с людьми, для тех уже, может быть, состоявшихся практиков и специалистов, которые уже работают, но хотят расширить свой арсенал инструментов, да, сделать свою работу еще глубже, где-то поднять чек за счет того, что мы осваиваем новые инструментарии, кстати, очень мощные инструментарии. И мы будем рассматривать маг именно для этого. Ну и, конечно, это будет интересно для всех тех, кто хочет узнавать себя ближе и лучше, и узнавать и помогать как-то своим близким. Мы будем разбираться очень простыми, понятными словами сегодня на эфире, что такое подсознание, бессознательное, и как наши внутренние установки нами управляют, управляют решениями нашей жизни и той дорогой, по которой мы, в принципе, идем. Мы будем разбираться с тем, как метафорические карты работают с подсознанием, разберем ключевые мифы о метафорических картах и, конечно, посмотрим, с какими запросами, с какими вопросами и запросами клиентов можно работать с помощью метафорических карт. Мы сделаем очень классную финансовую технику МАК, чтобы вы сразу могли попробовать это на себе, продиагностировать определенные финансовые установки, финансовые блоки, может быть, для себя, и понять, куда, как посмотреть. Мы с вами, конечно же, разберем вопрос о том, как новичку начать консультировать с помощью метафорических карт. И вот здесь вот очень интересно, наверное, как раз будет для тех, кто ставил десяточки, потому что очень часто мы что-то изучаем, набираемся какого-то опыта, изучаем инструментарий, но нам непонятно, как начинать работать, непонятно, как идти в люди и как консультировать. Или мы привыкаем работать и консультировать только каких-то близких своих людей, друзей. У нас это хорошо получается, но вот вовне, в клиентскую работу бывает идти страшно. Мы поговорим об этом. Как с помощью метафорических карт нам из этого выйти? Какие шаги сделать, чтобы стать специалистом по работе с метафорическими картами? Дальше у нас будет с вами демонстрационная сессия. И вот здесь мы подключимся на Zoom. И я очень надеюсь, что Zoom у нас пройдет хорошо. И в самом конце, среди тех, кто будет в прямом эфире, мы сделаем розыгрыш колоды метафорических карт с тремя классными мощными техниками. Mac будет в электронном виде, то есть вы сразу сможете на себе попробовать все эти три техники, среди тех, еще раз, кто будет на эфире онлайн. И абсолютно для всех, абсолютно для всех, ввиду таких вот накладочек, еще в конце я дам специальное кодовое слово для подарка. Это кодовое слово нужно будет прислать в наших ботах, то есть те диалоги, переписки, где у вас приходят от группы оповещения. И вам будет в подарок такой чек-лист, памятка, где будут прописаны четкие шаги, с чего начать консультировать, как делать эти самые первые шаги, чтобы вы могли опираться на них в своем движении. Смотрите, хороший вопрос, вернулась я в чат. Если в телефоне нет Zoom, вам никуда не нужно будет переходить. Вы остаетесь здесь, я выведу трансляцию Zoom прямо сюда. То есть я надеюсь, что подвисать не будет, что все пойдет хорошо, и мы с вами спокойненько проведем эту сессию и поработаем качественно. Вы, кстати, попробуете себя в роли наблюдателя сегодня и в роли такого, может быть, даже супервизора. Потому что я потом расскажу о особенности проведения практики для своих девчонок, и вот там будет этот нюанс. И вы как раз попробуете себя в этой роли наблюдателя-супервизора. Итак, готовы начинать? Готовы начинать, друзья мои? Но прежде чем мы пойдем прямо в контентную часть, прямо разбираться с тем, что такое МАК, зачем оно нужно, и что оно вам может дать, я вас сейчас попрошу написать, зачем вы пришли на этот вебинар, то есть какую пользу для себя вы хотите получить, с каким намерением вы пришли, задать это намерение для себя. Да, готовы, супер. Давайте прям зарядим еще разочек поле. Мне кажется, мы его уже тут перезарядили, но тем не менее. Напишите, пожалуйста, с какой целью вы пришли на вебинар. Может быть, это будет как раз понять, с чего начать. Может быть, вы хотите изучить инструмент метафорические карты и понять, или понять, например, насколько он вам подходит, потому что прежде чем идти в какое-то обучение, в какое-то перенятие опыта, в работу с тем или иным инструментом, мы всегда его примеряем на себя, в роли клиента сначала, может быть, в роли наблюдателя. Понимаем, откликается нам это или нет. Так, сейчас в чат посмотрю. Карты интересно интерпретировать. Кстати, поговорим об этом. Понять, что такое метафорические карты. Стать специалистом в дальнейшем. Да, Яна, я видела, ты в чате уже писала. Дайте мне все условия. Дайте мне, я хочу. Познакомиться с инструментом. Настраиваясь на чат, консультировать. Мак никогда не воспринимала, хотела познакомиться ближе. Светлана, спасибо вам за ваш комментарий. Он абсолютно потрясающий, потому что очень многие не воспринимают метафорические карты как серьезный инструмент. А тем не менее, это инструмент такой глубины, такой помощник колоссальный в работе психолога. Я уверена, вы сегодня это оцените на демонстративной сессии. Так что оставайтесь до конца. Перенять опыт, изучить, понять. Научиться корректно работать с новым инструментом для дальнейшей работы. Тоже очень круто. Научиться корректно работать с новым инструментом. Да, в дальнейшем работать с клиентами. Супер. Подходит ли для меня моей семье? Супер. Тоже очень хорошо. Я вам сегодня покажу разные колоды карт. Я уверена, что вам понравится. Юля получила потрясающий результат от Мак в обучении на ладошке. Да, кстати, я давала работу с метафорических карт с психологической травмой. И это очень мощно. Хочется узнать больше. Хочу консультировать. Получить шаги для консультации. Супер. Супер. Потрясающе. Супер. Классно. Потрясающие запросы. Очень важные. Очень классные. Очень прям в тему. Именно с этим совсем мы и будем разбираться сегодня. Ну а начать я хочу с того, что мы просто поймем, а что же такое метафорические карты. И уверена, раз вы пришли, так или иначе, вы с ними сталкивались. Возможно, вот как кто-то работал уже со специалистом или в обучающих курсах. Возможно, вы просто играли в какие-то трансформационные игры с Мак. Или, как это часто, выбирали послание для себя на неделю, на месяц или какую-то подсказку через метафорические карты. Вот как вы считаете, что же такое метафорические карты? Подумайте сейчас для себя. Как вы видите их на этой начальной точке? До того, как мы еще начали с вами глубоко знакомиться. И отметьте это понятие для себя. Но в первую очередь метафорические карты – это очень быстрый и эффективный путь к нашему подсознанию. Почему они такие эффективные? Потому что они запускают внутренние процессы нашего исцеления психологического и поиска действительно поистине уникального, индивидуального пути, решения того запроса, с которым пришел клиент или того запроса, с которым мы сами идем в работу с метафорическими картами. Потому что все это происходит на базе тех внутренних образов и впечатлений, которые у каждого человека индивидуальны. Ну и, конечно же, это прекрасный инструмент для специалистов в работе с внутренним миром человека в целом. Потому что мы же, смотрите, когда мы о чем-то думаем, что-то вспоминаем или рассуждаем, у нас же не появляются картинки слов, не появляются текстовые строки. У нас внутри, в голове возникают какие-то образы отдельные или целостные, то есть во времени целостные ситуации. И мы фантазируем картинками, образами. Мы вспоминаем этими картинками и образами. Мы часто даже, когда что-то рассказываем друг другу, говорим, представь, вообрази себе, представь себе вот такую-то или такую картинку. И вот маг, метафорические карты, они помогают очень бережно и, главное, очень точно и четко проявлять именно это самое истинное, что лежит в подсознании. Ну и, конечно, так как напрямую мы проваливаемся в бессознательную часть, мы с легкостью здесь обходим уловки нашего беспокойного ума. На самом деле, по моему опыту индивидуальной работы с людьми, именно применение метафорических карт может заменять несколько сетей классического психоанализа какого-то. Или когда человек вас куда-то ведет, рассказывает, рассказывает, он идет за своим умом часто. А здесь мы идем в самую суть, к самому ядру. Прямо с первой сети погружаемся очень глубоко. Как это происходит, мы поговорим немножко позже. И сейчас давайте пойдем дальше. Метафорические карты – это набор определенных таких картинок с различными изображениями ситуации, людей, абстракций. Где-то это пейзажи, где-то это какие-то предметы, вполне четкие образы, а где-то размытые. И колод существует огромное множество. Каждая несет свое предназначение для работы с людьми, для работы специалиста. Каждую колоду мы подбираем под какую-то технику, по сути, которой работаем. Но есть и у нас с вами универсальные колоды метафорических карт, которые можно использовать для практически любой техники. То есть они на то и универсальные. И вот был вот этот вот комментарий, да, что я сомневаюсь в маг, то есть я не воспринимаю их серьезно. Метафорические карты на самом деле являются обоснованной психологической, проективной методикой. Терапевт вот здесь начинает, знаете, играть роль такого режиссера, который помогает прийти к решению, к истинному, лучшему решению данной ситуации для самого человека. И очень большой плюс метафорических карт, еще раз буду повторяться вот вам, что это то, что они работают напрямую с бессознательной нашей частью, то есть с той частью, где лежат все истинные причины наших с вами поступков, наших с вами основ для принятия решений, да, для того, как мы живем и куда мы движемся. Часто ко мне, когда приходят клиенты в работу, они говорят, то есть вот с первых там диагностических сессий или с первых сессий, когда мы работаем, они говорят, я про себя уже вот прям все-все-все знаю, то есть я уже прочитала там сотни там книг, я уже посмотрела кучу там вебинаров, я уже про себя все осознала и поняла. Да, но почему-то это в жизни мне не помогает, потому что в жизни моя ситуация не меняется, и я вот не пойму, что я делаю не так. И приходят вот именно с этим вопросом. Что я делаю не так? Почему у меня ничего не меняется? Помощники, давайте сейчас мне в чат прям, если вам это знакомо, вот вы все вроде знаете, когда если у вас хоть раз в жизни такое было, что я все знаю, я уже начиталась по теме, я уже насмотрелась, я уже как бы все для себя разложила по полочкам, а в жизни результат, он не изменился, фактически ситуация не поменялась. Работа с подсознанием, ответы подсознания в твердой форме, кстати, Яна, прекрасное такое определение, интересное очень, да, Надежда Маша, да. Вы знаете, я сама с этим сталкивалась, да, вроде как, ну я же умная девочка, да, то есть я же прям там вообще молодец, молодец, я и себя хорошо знаю, и могу объективно все оценить, но что-то все равно не так. Да, бывало, бывало, да, очень хорошо вас понимаю. И здесь все дело в том, что знать – это уровень интеллекта, да, то есть это уровень нашего ума, уровень нашей логики, а на уровне подсознания логика не работает вообще, то есть там совершенно своя вот эта условная логика. И бывает в жизни ситуации, вот мы видим ситуацию, мы заранее понимаем, что так делать не нужно, что это не приведет к тому результату, который мы хотим, что надо как-то немножко иначе действовать или совсем иначе действовать. Но у нас по факту не получается сделать иначе, потому что бессознательно мы блокировали все наши попытки вот изменить ситуацию уже прямо на корню. То есть бессознательное наше включает психологические защиты, включает сопротивление внешнее, внутреннее, и все складывается вполне привычным образом для нас, да, то есть не так, как мы хотим, а так, как обычно. То есть мы вот ходим по одним и тем же граблям, можно сказать. И метафорические карты, они позволяют вот как раз выйти из заточения этих подсознательных установок и выйти из одних и тех же поведенческих стратегий, да, слезть, наконец-то, с этих грабель. Так, да, вижу, вижу ваши комментарии. Ага, бывало, супер, супер. Отлично. Почему же метафорические карты называют метафорическими, собственно, и ассоциативными? Потому что это у нас не просто картинки, да, не просто вот, ну, что картинки. Часто, кстати, девочки, кто вообще ни разу не сталкивался, когда видят метафорическую карту, просят, а что это значит, да, то есть интерпретируйте ее для меня. Но так не бывает. Вот те картинки, которые мы видим, они нарисованы или созданы так, что они очень многослойные, имеют множество смыслов и множество граней для интерпретации. И когда каждый человек смотрит на карту, он видит именно свое. Потому что возникает связь между какими-то отдельными событиями, фактами, предметами, закрепленными в нашей памяти, закрепленными в нашей бессознательной части, которые ассоциативно всплывают в связи с каким-то слоем смыслов на метафорической карте. И вот эти ассоциации, они могут быть связаны с ситуациями из жизни, с людьми или с внутренними состояниями, с внутренними процессами, которые у вас происходят. И именно эти ассоциации, они отражают проблемы или неразрешенные конфликты, даже если мы про них давно забыли, даже если мы про них не вспоминаем, у нас всплывает то, что мы, в принципе, давно вытесняем в теневую часть, в бессознательную часть. И таким образом это поднимается. Несмотря на то, вы же знаете, что несмотря на то, что это бессознательная в теневой части, и мы об этом не помним, это всё равно продолжает на нас влиять. Причём вот эти ассоциации, ещё раз повторюсь, у каждого будут свои, со своим эмоциональным окрасом, потому что просто нет двух одинаковых людей с идентичной историей жизни, абсолютно одинаковых. Давайте прямо сейчас это проверим. Прямо сейчас. Я вам сейчас покажу несколько метафорических карт, а вы в чат мне напишите, какие ассоциации у вас карта вызывает. Вот сейчас посмотрите на картинку, посмотрите на изображение и ответьте мне в чат, что вы видите на картинке, что вы чувствуете, когда смотрите на этот образ. Какие эмоции у вас возникают? Может быть, вы вспомнили какого-то человека из своей жизни или ситуацию. может быть, вы увидите в этом образе себя и соотнесёте с каким-то из своих эмоциональных состояний. вот прям каждое сейчас напишите. печаль, требовательная дама, разочарование. Угу. Угу. Как ещё? Угу. 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 Посмотрите сейчас на вторую карту. Есть немножко уже другой образ и посмотрите, а что вот эта картинка с птичкой у вас вызывает? Какие эмоции? Какие ассоциации? Про что эта картинка для вас? Что вы думаете вот о птичке на ладошке? Да, вот вы начинаете узнавать себя в этих образах, да? Супер! Вот, забота. Лена, вторая картинка. Помощь младшим, забота, ошибка, счастье в моих руках, подбитое крыло, поддержка. Человек хочет помочь. Возможно, спас, да, доверие, жалость. Смотрите, прямо противоположные есть ассоциации, да? Прямо у кого-то теплота, радость от прикосновения к природе, милосердие, синица в руках. Вот интересно. Смотрите, есть прямо противоположные ассоциации, да? Да, вот потому что этот птенчик, да, у каждого задел какое-то своё по факту воспоминание, да? То есть это не про птенчика может быть совершенно воспоминание. Но то чувство, которое возникло, оно было в каком-то вашем мгновении жизни. И каждый сейчас поднял свой слой бессознательного, свой слой. А вот, а это вот смотрите, а кто это? Вот это я нашла дополнительный заработок. Рука помощи. Ага, да, видите, как по-разному. Видите, как здорово. Карты работают с разными совершенно людьми. Одинаковые, одни и те же. Карты работают с разными людьми. Так и с клиентами. Какой бы вот клиент ни пришёл, здесь, знаете, как классно, что как будто бы с метафорическими картами, по сути, сложно ошибиться человеку, да? Потому что карта достанет именно то истинное, что есть. И достаются исключительно личные образы. И вот работа консультанта здесь, это вот как раз искусство знания. Главное знание направить клиента в нужный отдел вот этой вот памяти, чтобы он мог достать эту свою боль и исцелиться. Именно поэтому работа с консультантами даёт самый мощный эффект. И это не просто выбери карту, какой ресурс тебе выпадает, да? Это очень поверхностный слой на самом деле, всего, всей мощи инструмента. И на курсе, на котором я чуть попозже расскажу, как становиться специалистами, чему учиться, вот вы как раз будете себя пробовать и в роли консультанта, и в роли клиента, и в роли супервизора, да, того наблюдателя, и человека, который даёт определённую обратную связь и клиенту, и консультанту, вы тоже себя сможете попробовать. Частично мы сделаем это сегодня на демонстрационной сессии, которую будем проводить позже. И вы научитесь действительно сами вести клиента, получите это знание, как вести и куда вести клиента. Ну и, конечно, личные моменты, личные внутренние моменты отработаем мы с вами на курсе по полной программе. Итак, вдох-выдох. Давайте немножечко отстранимся от тех ассоциаций, которые у вас возникли с картами. И пойдём дальше. И знаете, вокруг метафорических карт на самом деле существует большое количество мифов. Сейчас мне хочется уделить некоторое внимание и парочку просто развенчать, чтобы вы как раз могли ещё глубже прикоснуться к их красоте. И, наверное, один из таких частых мифов о метафорических картах, которые я сейчас слышу, это то, что это вот прям инструмент нового времени. Это совершенно вот такой вот новый какой-то суперинструмент, который нам абсолютно во всём поможет совершить чудо какое-то, поднимет чувство и предскажет. Главное, что предскажет, как в нашей жизни, что в нашей жизни и почему. Потому что часто все ждут вот какого-то такого предсказательного момента от метафорических карт. Если такое вот вы слышали, если вам согласны, если вы с этим сталкивались, вот прям машите мне сейчас активно в чат, я буду продолжать. И стоит здесь, наверное, начать с того, что метафорические карты – это не новый инструмент, это методика, которая прошла уже проверку временем. И первая колода метафорических карт, она родилась в 1975 году. Нарисовал её художник с посылом, что иметь возможность постоянно прикасаться к произведениям искусства, то есть в доступе их иметь. Это были такие уменьшенные картинки, маленькие копии. А как психологический инструмент МАК начали использовать с 1983 года, когда вот у художника эту колоду увидел психотерапевт Гитмеер и решил её использовать в своей работе с пациентами, попробовал её в работе с пациентами, и потом это вынес в чат, если не ошибусь, то есть как раз тоже, по-моему, в 1983 году впервые на психологической конференции метафорические карты увидели свет. И с тех пор, вот с 1983 года, это, кстати, даже старше, чем я, метафорические карты в психологии, и с этого момента уже написано множество научных работ, проведены сотни исследователей, исследований, да, исследователями, и метафорические карты стали действительно одним из очень мощных, классных инструментов для психологов. И вот как раз к вопросу, что я не относилась и не отношусь, не воспринимаю МАК серьёзно, так вот, это научно обоснованная, доказанная методика, проверенный инструмент с шикарными результатами. И сейчас, да, сейчас у нас идёт новая волна популярности метафорических карт, сейчас их очень много рисуют, создают, и успешно в целом используют в своей работе и уже коучи, и психологи, и преподаватели, и просто помогающие практики, да, такие как биоэнергеты, космоэнергеты, торологи. И уже сейчас обучаются, выпускаются специалисты по работе с метафорическими картами, да, то есть как отдельное прям направление. И, конечно же, это просто вот люди такие же, как каждый из вас, которые хотят о себе просто больше знать, себя глубже понимать, да, то есть наладить связь и контакт со своей душой, по сути. Ну и другой вопрос, что сейчас действительно карты используют огромное количество людей, которые просто не понимают, зачем они нужны, да, и как правильно с ними работать, что с ними делать, как их использовать. И главное, на мой взгляд, да, какой глубокий результат могут дать как раз карты в грамотных руках, в руках грамотного специалиста. Так, сейчас я вернусь к чату ненадолго, посмотрю, что вы пишете. Да, кстати, подруга думала, что это гадание. Так вот маг к гаданию не имеет никакого отношения вообще. Да, путаница с картами Таро очень часто, действительно, вот Таро уже такой привычный инструмент, да, то есть привычная история, и часто очень путают, действительно, что это тоже как Таро, это как вот поиграть, помогает познать себя, да. Есть настольная игра с иллюстрированными картами, имминженариум, вот тоже можно для маг попробовать. Знаете, на самом деле и даже Таро можно, можно с ними работать как с метафорами, да, там тоже очень глубокие, большие образы заложены. Любая картинка может быть, ну практически, ладно уж, практически любая может быть использована как метафорическая картинка, да. Если интересно, то, может быть, я не планировала, конечно, но, может быть, мы в курсе затронем вот эту вот историю, как создаются метафорические карты, и, может быть, кто-то захочет создать свою историю, свою колоду с метафорическими картами. Здесь тоже есть свои особенности, и у меня зимой была идея создать колоду по тотемным животным, да, у меня есть прям такая вот работа с тотемами, и там очень круто, это была вот личная такая колода силы. Так, супер, давайте пойдем дальше. Вижу все ваши сообщения. Спасибо, что вы пишете, что вы активно принимаете участие. Это прям очень ценно, несмотря на все наши с вами препятствия, да, то есть вы прям умнички, вот суперзамотивированные люди. Восхищаюсь вами. Вот, да, и действительно сейчас самая популярная история с метафорическими картами – это игра по типу «Узнай, что тебя ждет в этом месяце», «Узнай, какая энергия этой недели», и мы, в принципе, тоже пользуемся этими историями. Другой вопрос, что это действительно очень мощный инструмент, и можно сделать очень многое с помощью них. Но здесь нужно понимать, важно понимать. Я вот сейчас прям к вам взываю, чтобы вы вот прям меня послушали и дали обратку, вот согласны вы с этим или не согласны, да. Для того, чтобы работать с картами, да, то есть действительно давать качественный результат, так скажем, да, нужно иметь некоторые базовые психологические знания, потому что психика у нас вещь такая особая, да, то есть хрупкая где-то, где-то очень мощная, где-то очень хрупкая. И за образами карты здесь для человека могут стоять очень болезненные воспоминания, да, и здесь важно понимать, знать, как с этим взаимодействовать, как провести человека через его боль, да, как при этом вот что, вот прям вот ключевое, девочки, почему важно не просто работать с людьми, но и с самим прорабатываться, как работать с людьми, и при этом не падать в собственные проекции, не навешивать свои смыслы и интерпретации на ситуацию клиента. Я вам сегодня на демонстрационной сессии покажу такой, ну вот вы, я думаю, что увидите вот этот нюанс, да, когда как, куда это движется. Я сейчас прям вот не буду вам давать наметки, да, посмотрите, мне будет очень интересно услышать вашу обратную связь, как вы это увидели. Вот, и этому всему можно учиться, да, механизмы понимать, как работают вот эти механизмы в процессах с метафорическими картами, в процессе психической деятельности человека. Этому важно и нужно учиться, конечно же. И в курсе мы тоже этот момент охватываем. То есть я люблю, когда все вот обосновано, когда мы прям, если что-то погружаемся, то погружаемся качественно, вот. И более того, есть ограничения, да, вот то, что с картами, то, что такого можно вот вообще на пропалую там гнать, да, нет. Для метафорических карт есть некоторые ограничения, есть те, с кем нельзя работать с МАК, и это тоже важно знать. Кстати, может быть, вы сейчас знаете, кого нельзя брать на консультацию с метафорическими картами? Давайте вы сейчас прям ответьте мне. Ответьте мне, может быть, или предположите, да, вот такие ограничения, с кем нельзя работать с метафорическими картами. Хочу создать свою... Да, 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 Яна, помнишь мою идею. Да. А меня, как всегда, ступорил, не понимала, что от меня хотят, не понимала смысла карт, мозг. Так, я не буду это читать по эфире, поэтому не нравились они в принципе. Знаете, здесь особое искусство специалиста задавать правильные вопросы. От этого очень многое зависит. Если вам специалист просто говорит, а что ты видишь на карте? Ну, вот просто, что ты видишь на карте? Что ты видишь на карте? Все, если вот этим ограничивается, то, конечно, вы никуда не выйдете. Важно вот эту вот цепочку правильных вопросов уметь задавать. И это не только вопросы про карту. Вот прям не только вопросы про вот конкретно карту. И вот как цепляться от одного вопроса к другому, я вам тоже буду рассказывать. Согласна. Вопрос ответственности, этичности помогающего специалиста? Да. Безусловно. Очень важно на себя не свалиться. Да, кстати, есть еще такой вот момент, что тоже я вот прям часто это встречаю, что когда начинают девочки работать, только начинают работать с другими людьми, они очень много на себя принимают вот чужих эмоций, да, эмпатия развита. И когда это еще и соотносится с какой-то собственной внутренней болью, то есть это просто ложится вот таким благодатным слоем на себя самого. И здесь можно начать болеть, можно как бы, ну, разные проявления, но это тоже все решается тем, то есть работать с энергетической, с определенной защитой и умением проводить, просто быть проводником, это тоже важно. Кстати, этот урок я тоже специально добавила в модуль по работе с клиентами, потому что я по себе помню, каково это начинать. Я знаю это. Я прям вот это проходила по полной программе, можно сказать, со скептиками, со сверхчувствительными, с психами, психически больными, психически неуравновешенными, психические заболевания. Да, 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 по сути вы правы. То есть это когда есть психиатрический диагноз поставленный, да, и пограничные состояния. Пограничные состояния у нас не диагностируются в большинстве своем, и вот здесь есть ряд признаков, по которым мы определяем пограничные состояния и просто на первом этапе уже человека не берем в работу. Вот эти критерии, они тоже просто есть. Мнительными. Мнительными, нет, пьяными, ну это вообще уже, да, то есть это вот прям ответственность такая. Не стоит знакомых, родственников, там смешение ролей. Ольга, браво. Браво, это вот, да, я сторонник того, что с близкими, знакомыми, друзьями мы прям вот не надо, не работаем. Супер, супер. Умнички. Давайте пойдем дальше. Давайте пойдем дальше и будем разбираться с тем, как работают метафорические карты с нашим бессознательным. Ну, конечно же, работа с картами – это работа через метафору, потому что метафора, она облегчает понимание себя, она дает возможность вот как раз обнаружить вот это скрытое, скрытые ресурсы, скрытые какие-то резервы, скрытые пути решения, да, какие-то неочевидные совершенно вещи, просто через сторонний образ. И вот здесь интерпретация изображений будет, еще раз повторюсь, зависеть от каждого человека индивидуально, потому что есть свои у каждого какие-то особенности восприятия. Кто-то, кстати, визуал, кто-то аудиал, кто-то кинестетик, кто-то дигитал, да, и вот эти каналы восприятия, они накладывают свои особенности на работу с картами в том числе. И здесь на интерпретацию тоже, да, здесь влияют и установки человека, и опыт, опыт, который был наработан в жизни у человека, у человека в жизни. Вижу в чате классный вопрос, думаю о детях. Как возможно, да, как возможно работать с метафорическими картами? Есть целое направление, как работают с детьми в метафорических картах, да. Для примера вам прямо сейчас скажу. Я вчера приобрела новую колоду, потрясающую, просто такую красивую, по работе с родовыми сценариями, еще одна очередная, классная. И мы вчера пока ехали из магазина, там делали дела, я с дочкой в машине играла с этими картами, да. Конечно, с детьми это в форме определенной игры, но это даст вам такое количество ответов про ваших детей, про их внутреннее состояние. Это просто нечто нереальное. Мы с дочкой, с картами занимаемся где-то с ее, ну, трех лет примерно, двух с половиной, трех лет. То есть так или иначе, где-то мы там с карточками с ней играем, да. И это прям отдельное направление, еще раз повторюсь, и отдельная потрясающая штука. Если у вас есть дети, вот просто макхеф иметь колоду дома, да, и взаимодействовать, это, кстати, очень помогает и гармонизировать, нормализировать какие-то эмоциональные всплески у ребенка, да. То есть помогает выразить. Дети же не взрослые, они не придут и не скажут, что, мама, я вот это чувствую, очень часто такое, да, бывает. Мама, я там вот обиделась. Если ваш ребенок так делает, вам повезло, честно. Вам повезло, если ребенок с вами в контакте, в хорошем, качественном контакте. Вот, и часто этого не происходит, и ребенок свои эмоции и чувства запирает внутри. Так вот, карты помогают их вытащить и прожить. Это круто, это круто. Итак, идем дальше. Я надеюсь, что вы еще не устали, потому что у нас еще много, впереди много интересного. Идем дальше. Если нам с вами вот просто взять и представить, что путь человека к самому себе, да, к своей внутренней целостности, к своему, вот путь этой эволюции, путь индивидуации, да, путь развития, это как десятиэтажный дом с каким-то прекрасным зимним садом на крыше. Вот прям представьте себе этот образ. Вот высотка, а наверху под стеклянным куполом потрясающий зимний сад. И подняться на крышу можно, но перед этим нам с вами нужно побывать на каждом этаже, да, начиная с первого этажа. Вот там один, два, три, четыре, пять, шесть и так далее. У нас их десять. У нас их десять этих этажей. И вот нам, чтобы подняться на крышу, нужно до каждого дойти. Так вот, первый этаж. Это... Здесь у нас будет находиться все то, что человеку уже известно, что понятно, что он помнит, что он знает, то, что лежит на поверхности, то, до чего он может дотянуться. То есть это наша сознательная часть, это наше такое актуальное сознание и его граница. А вот со второго этажа начинается уже наша бессознательная часть, наше подсознание. И вот чем выше человек поднимается этаж за этажом, тем сильнее раскрываются какие-то ранее недоступные нам способности, наши резервы, наши ресурсы, наше видение раскрывается больше. С каждым этажом человек, можно сказать, что он обретает какую-то новую внутреннюю суперсилу. И с каждым уровнем своего сознания, своего бессознательного, раскрытия своей бессознательной части, перевод ее в сознание, вы становитесь, по сути, ближе к своей цели. То есть на этаж выше, ближе к прекрасному саду. И можно еще, знаете, раз мы идем в работе с метафорами, то есть по метафоре, можно еще это представить, как так, что на каждом этаже есть лампочки. И вот на первом этаже, там, где у нас сознание, у нас лампочка горит, и нам все видно. Но на всех остальных там этажах лампочки или перегорели, или разбились, то есть или их там выкрутили, как это тоже часто бывает. И у нас там кромешная такая тьма, и ничего нам не видно. С первого этажа нам ничего не видно. Есть вот эта пугающая темнота. Если мы пойдем просто в темноте, то у нас велика вероятность, что мы там оступимся, упадем себе, навредим, что-нибудь сломаем. А еще вот когда мы видим всю эту темноту, у нас мозг начинает рисовать какие-то картинки страшных событий, что у нас в этой темноте там притаились какие-нибудь маньяки, хотят нас поймать, там зажать и так далее. И, скорее всего, стоя на первом этаже, если у нас там свет не горит, вот при этих условиях, вы даже не попытаетесь подняться на второй этаж. Этот страх будет останавливать. Страх, у страха глаза велики. И вот чтобы подняться на эту крышу прекрасно и безопасно, нам нужно постепенно поменять или включить лампочки на каждом этаже, чтобы свет зажигался, и мы начали просто видеть, что там. Когда мы это видим, это становится для нас безопасным. То есть страшно только то, что нам не видно, непонятно, о том, чего мы не знаем. Когда это становится видно, мы начинаем искать путь решения. Путь решения или путь обхода, или так далее. И тогда наш путь становится безопасным. Тогда мы прекрасно поднимаемся и доходим до своей цели. И давайте поговорим о том, что же гасит, что же разбивает, выкручивает эти самые лампочки на верхних этажах. У нас каждый, если сейчас согласны, так, сейчас чат, чат, чат. В темноте надо спросить, кто там выстрелить и переспросить еще раз. Классно. Да-да-да, есть такая байка, да. Если тебе не ответят после того, как ты переспросил, можно и по темноте, да. А вдруг там разбитые ступеньки. Окей, давайте. У нас каждый действительно рождается с уникальным индивидуальным набором каких-то качеств, да, каких-то черт, каких-то особенностей. И ребенок, он очень классный и открытый, как правило, часто. Но как только мы начинаем взрослеть, как только мы начинаем входить в социум, нас начинают огранять, формировать устои нашей семьи. Да, то есть как-то на нас влияет социум. И с самого раннего детства, по сути, на нас начинают накладывать вот эти запреты на проявленность, да, запреты на проявление этих качеств. А потом начинается какая-то школьная жизнь, институт, да, взрослая жизнь. Она еще больше нас загоняет в рамки, нашу личность, да, внутреннее, истинное я еще больше в рамки. Вы даже сами можете наблюдать, как с возрастом, наверняка вы это наблюдали в своей жизни, вы прямо вот закрываетесь, обрастаете защитами, вот эту ракушечку скрываетесь, да. Вот. И вот в итоге вот всех вот этих вот историй свет гаснет. И нам становится страшно подниматься на вот эти этажи своего бессознательного. Так, так, так. Да, я... А, да, переначала. Ага, еще раз выстроить. Вот видите, какие вы прям перестраховываетесь, да, перестраховывается. А можно просто свет включить, друзья мои. Угу. Вот чтобы проявить себя как можно полнее, человек должен освободиться от этих запретов и раскрыть, вот вернуть себе вот это право на свою уникальность, раскрыть ее, свою уникальность. Если мы вот обратимся к запросам, да, с какими запросами, вот чтобы... Как это звучит у клиентов? Это звучит всегда как «Я хочу найти себя», «Я хочу понять свое предназначение». Кстати, сейчас вот пишите, что вы хотите. Может быть, что-то вот прямо сейчас вам откликнется, и вы пишите. Понять свое предназначение, очень часто начать проявляться, да, «Я не проявленная, мне страшно показывать себя миру, я хочу проявляться, чтобы меня заметили, чтобы меня признали, да, то есть меня оценили по достоинству». Реализовать призвание, найти дело по душе, да, то есть и реализоваться в этом деле по душе, знаете, как найдите работу, которая будет вам по душе, и вы не будете работать ни одного дня в своей жизни, да. Именно так вот формулируется эта потребность на снятие, освобождение запретов, на раскрытие своей уникальности. Так, что у нас там, чат? Да, у нас с вами есть небольшое отставание чата, поэтому я вас иногда немножечко жду, хорошие мои, но я вас всех вижу. Вы меня жалко не видите только. Супер. Идем дальше. И вот картинка, метафора, да, которая изображена на карте, это как раз вот тот самый ключик, который позволяет вам, позволяет вашим деткам, кстати, да, позволяет вашим клиентам обратиться к своему бессознательному напрямую задать важные вопросы, понять какие-то причины, почему так, найти выход, уникальный выход, уникальное решение. И, конечно же, раскрыть эту свою силу и свою уникальность. И, кстати, вот большой плюс метафорических карт в том, что они позволяют раскрыть не только вот какие-то сокровища, какие-то там вот эти классные особенности своего собственного бессознательного, а они ещё нам помогают обращаться к опыту коллективного бессознательного. То есть вы знаете, что внутри нашего бессознательного есть уровень, есть слой коллективного бессознательного. И вот туда мы тоже можем обращаться как к внутренним большим вот этим коллективным архетипам. То есть у нас, иначе говоря, можно сказать, что открывается доступ к, в принципе, к энергоинформационному полю Земли, к опыту человечества в целом. И вот как бы вроде кажется такая фантастическая история, но нет. У нас у каждого с вами есть этот канал. Просто у кого-то он подблокирован хорошо, а у кого-то развит. У кого-то развит в небольшой степени, у кого-то больше. И вот карты – это здесь не гадание, это не про предсказание будущего. Так и что будет. Они просто в метафорической форме показывают состояние внутреннего мира человека. И вы знаете, что у нас внутренняя реальность, она формирует внешнюю реальность, она фактически создает вашу жизнь. И будущее здесь не является какой-то предопределенностью, и во многом действительно зависит от того, в каких вы отношениях внутри себя сами с собой, с самим собой. Маг в этом случае – это очень доступный и простой инструмент, который действительно достает это легко и дает легко понять, что происходит в вашем внутреннем мире. А вот это понимание уже, оно дает ключи к изменению состояния и, как следствие, изменению внешнего событийного ряда. Событийного, который фактически, что происходит в вашей жизни. Вот, кстати, классный комментарий. «Через линии поля к глобальным знаниям». Да, здесь тот же принцип, тот же принцип. Разные инструменты, но принцип тот же. Чтобы стать проявленной ваши отклики в шелуху, которая накопилась за год. Да, нужно снять вот эту шелуху, это вот эта шелуха, это тот психоэмоциональный мусор, который вы в себя впитали, вложили, кто-то в вас вложил. И справляясь, разбираясь с ним, избавляясь от этого психоэмоционального мусора, мы способны двигаться дальше, способны благоухать. Извините такую метафору. Мне невкусно пахнуть. Вот так вот. Да, запрос «я не та», которая есть на самом деле. То есть я хочу проявлять себя истинною, понять себя. Уже очень пора. Вы меня представляете, да. Ну вот зато у нас с вами хорошо идет трансляция. Очень жалко, конечно. Я люблю лицом всегда общаться, но вот очень жалко. Я хочу изучить Мак, чтобы понимать, что рисовать для колоды. О, кстати, классно. Виктория, мы с вами здесь очень похожи. Да, да, да. Да, супер. Потому что вот это определенная насмотренность и понимание механизмов действия метафорических карт. Что там заложено, как это работает. Да, это действительно дает понимание, что самой туда заложить. Да, если вы художник еще, если вы творческий человек, это просто потрясающе. Класс. Итак, идем дальше. Идем дальше. И давайте вот прям говорим, а что же такое вот это самое бессознательное, да, этот самый наш второй-десятый. Словно этаж. И как эти установки, которые там находятся, мешают нашей жизни, как они ей управляют. И я вот здесь за то, чтобы говорить простым языком. Потому что определений вы начитаетесь много. У нас вон есть Google, и вы туда пойдете, и много чего найдете, да, вот этих вот академических определений. Но по сути, бессознательное или подсознание это невидимая для нас часть психики. То, чем мы управлять не можем. Но это то, что с легкостью управляет нами, как ни парадоксально, да. А происходит это потому, что именно в бессознательной части у нас находятся все ключевые программы действий, наши корневые убеждения, установки. Да, и причем они далеко не всегда позитивные и поддерживающие. Чаще они такие ограничивающие, деструктивные. Вы знаете, что у нас мозг, как у нас работает мозг? У нас там ходят биоэлектрические импульсы, которые как бы и, в общем-то, весь наш процесс жизни контролируют, управляют им, да. И вот этот вот импульс, который запускает действия человека, вот именно делать, проявляться, именно действия человека, зарождается в мозге намного раньше, чем мы успеваем его осознать, осознать это действие. То есть действие происходит раньше, чем наше осознание этого действия. И фактически это значит, что вот человек он сначала делает, а потом думает. Это вот прямо на уровне физиологии. И когда мы идем в осознанность, осознанность дает нам возможность поймать себя, вовремя поймать и остановить это действие. Не в принципе его предотвратить, а именно остановить и сделать иначе, сделать выбор. Вот этот импульс, он бежит по проторенным дорожкам наших убеждений, то есть по установленным таким нейронным контурам. И его скорость обеспечивает нам вот эти самые автоматические реакции, наступление на одни и те же грабли. Я сначала сделал, потом понял, что я сделала так же, как всегда. Например, например, вы считаете, что зарабатывать деньги за свои услуги, чтобы люди вам платили деньги, то нужно как-то преувеличивать, приукрашать свои результаты, рассказывать какие-то сказки о себе, то есть возводить себя как на какой-то там супер-пьедестал, бахвалиться. А внутри, это то, например, что я часто встречаю в работе с девочками, что их останавливает. А внутри есть понимание, что на самом-то деле я хочу не просто там как-то вот лишь бы деньги собрать, там за подвешенный язык, а я хочу помогать людям, я хочу давать пользу. Я не хочу быть такой же, как вот куча этих инфо-цыган. Вот такое убеждение. Ну вот такое мнение, здесь это вот поверхностный уровень. То есть вот это порождает внутренний конфликт. Здесь вероятная подсознательная установка, что на самом деле, какая там лежит в корне, в ядре, вероятная подсознательная установка, это нельзя быть заметным. Быть заметным опасно для жизни. И действительно очень распространённое. И в результате вы не можете проявляться, не можете рассказывать о себе, как о специалисте и зарабатывать. Даже очень хорошие, мощные эксперты боятся попасть вот в эту волну, то, что их тоже воспримут как шарлатан, и поэтому даже не показываются. Вот здесь вот живёт вот этот самый синдром самозванца. А на самом деле здесь прям глубоко спрятанный внутренний страх и убеждение, сформированное на его основе. Причём, скорее всего, это даже не вы сами его как-то сформировали внутри, а это то, что впитано вами с детства, от родителей и от окружения. Потому что, как ни крути, все корневые такие проблемы, они уводят нас в детство. Согласны? Давайте вы помашлите прям. Кстати, как у вас с синдромом самозванца? Расскажите ко мне, как у вас с синдромом самозванца? Как думаете, какая у вас установка есть внутри, которая мешает? Например, вы хотите реализовываться как помогающие практики. Вы писали это в начале. Вот как у вас по ощущениям, какая установка у вас внутри мешает? Так, я сейчас вернусь в наш чат. Согласна про детство. Синдром присутствует. Да, да. Знаете, на самом деле, синдрома самозванца его не существует. Все хорошо, синдром на месте. Да, на самом деле, это не синдром самозванца как таковой, а это легко достаточно. Ну, как условно легко. Достать это легко, потом меняем паттерны и выходим из этого. Точно, как обо мне сказано. Ага, есть, есть, ага, супер. Отлично. Давайте, да, действительно, это вот, скорее всего, там вот из детства мы часто, кстати, слышим вот это вот много хочешь, мало получишь, да, там вот сравнение, когда там закатай гугу, чтобы что это тут расхотелось, да, там не будь эгоисткой, и так далее, и так далее. Все вот эти вот родительские послания, они мощно-мощно формируют те дорожки, по которым бежит наш внутренний импульс, да, импульс в нашу мозгу фактически. Итак, что происходит, когда мы убираем вот этот блок из подсознания и выходим в ресурс, да, когда мы убираем эти установки и активируем свои ресурсы. Когда вот мы на месте ограничивающего убеждения формируем новое поддерживающее, а ведь наша задача именно сформировать то, что будет нас мотивировать и поддерживать, вести вперед, да, такие убеждения, как у тебя все получится, ты достойна, тебе можно иметь все, что ты только пожелаешь. Вот этот наш импульс действия начинает бежать совершенно по другим дорожкам, по дорожкам успеха. И тогда у нас появляется свобода в действиях, тогда у нас страх не парализует наше начинание. И рано или поздно вы обязательно достигаете своих целей. Каждый со своей скоростью, но вы обязательно придете к своей цели. Например, о, кстати, как вы сейчас вспомнила, и реально я сейчас прям словила такой дежаю, даже небольшой, но совершенно с другими ощущениями. Я когда только начинала вести свою практику, я прям катастрофически боялась камеры. Сегодня это просто вот как, знаете, такая вот отметка для меня, я вот сейчас улыбаюсь, сижу прям. Я тогда боялась вести эфиры, выходить лицом, прям вот чтобы выходить, выступать на публику. Поможете, если у вас такое тоже есть. Меня реально там трясло крупной дрожью, и я первую свою практику вела заклеенной камерой, то есть только голосом, вот прям как сегодня, только голосом. Ну, только не так, наверное, уверенно, да, потому что там у меня был колоссальный страх. Но у меня была вот эта тяга, да, было вот это стремление работать с людьми. Я чувствовала, что в этом есть мое призвание, есть у меня вот эта потребность помогать, потребность реализовываться в этом. Вот сейчас, конечно, было бы классно, да, там помогать вам через камеры и сказать, ребят, посмотрите, я перед вами, я сейчас очень круто и уверенно веду свои эфиры. Но сегодня я вам говорю это голосом, веду обстоятельств, да. Хотя вот ситуация, которая у нас сложилась прямо в начале, да, могла ведь и просто на корню всё сломать, и я бы там, может быть, в самом начале, если бы у меня такое произошло, девочки, я бы, наверное, просто там рыдала три дня к ряду, да, что вот я начинаю, я делаю первый шаг, а у меня вот такая накладка, я бы наверняка предъявляла кучу претензий к себе, вот. Вот, сейчас это совсем другая история. И вот это произошло, по сути, благодаря как раз тому, что я работала со своим подсознанием, с теми программами, которые там есть, и формировала для себя внутри новые программы успеха, да, то есть я себя перенаправляла, создавала эти новые дорожки. Так, 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 сейчас посмотрим чат, непринятие себя, круто. У меня такое, сына делай, зародилась тогда. Яна, да, это мой девиз, сына делай, да, страшно, но делай, вот. Знаете, да, действительно, у меня вот есть вот этот, знаешь, дуд такой внутренний, это как зов, зов такой, да, и я прям даже не знаю, как это объяснить. Да, мне страшно, вы не поверите, мне сейчас страшно. У меня сейчас есть определенный уровень страха в новых начинаниях, на каждом новом этапе финансового успеха, да, то есть когда я помню, как я преодолевала там первые 100 тысяч дохода, я помню, как я преодолевала первые 200 тысяч дохода, и я помню, как это было страшно, да, этот страх, он в любом случае на каждом уровне есть, но вопрос, как мы с ним, когда у нас установка, что боятся и замереть, не делать, тогда мы стоим на месте. А когда у нас установка, да, сына делай, мы идем и достигаем и 100, и 200, и 300, и так далее, тысяч рублей дохода в своей практике. Я помню вас прежние, сейчас в огонь, да, да, ой, как приятно, надо же. Да, я тогда прям, ну, если бы я тогда остановилась, я бы не пришла к тому, что есть сейчас, и это очень важно. Супер, давайте пойдем. Я вам сейчас предлагаю сделать такую финансовую диагностику, свою внутреннюю, да, поработать с тем, вот, что же вам мешает быть проявленной, иметь столько денег, сколько хочется, и, конечно же, мы это попробуем на метафорических картах. Но прежде мы начнем, чем? Я вас попрошу написать мне сейчас в чат, сколько вы хотите зарабатывать в месяц. Прям вот, сколько вы хотите. Номер карты пока не пишите, вы его, в принципе, писать не нужно, нужно будет запомнить для себя. Вот нам сейчас важно зафиксировать финансы, да, вот сколько я сейчас хочу. Не стесняйтесь. Все, любая сумма, она классная. 310, 75, хорошо. 100, 150, 150. Давайте будем проявленными, да, как раз вот, даже так проявленность, даже вот просто сказать на публику, да, это же тоже смелость, это же тоже свое право заявить. 200, 300, 80, 150, 300, миллион, 150, видимо, 150, или 150 просто. Много, Афина, пиши сумму. И от 70, ага, миллион, 250, 345, супер, супер, ближайшая цифра. А если не ближайшая, если просто столько, сколько я хочу. Ближайшая, знаете, ближайшая может быть одна, а там потенциал, это может быть много. Супер. И сейчас, миллион, 500 в месяц, огонь, молодцы, хорошие такие прям, хорошие, хорошие у вас наметки. И сейчас посмотрите, пожалуйста, на карты, да, и задайте себе внутри вопрос, как я чувствую себя на текущем уровне дохода. Вот вы сейчас написали, сколько вы хотите, да, подумайте, а сколько я фактически зарабатываю, да, и как я себя сейчас чувствую на этом уровне дохода. Вот на том, который есть фактически сейчас. Хочу, допустим, 300, а получаю 50, и как я себя чувствую. И выберите для себя номер карты, первую, вторую или третью. Считаем слева направо, так как пишем, так как видим. И я сейчас открою карты, вы найдите свою. Супер, я открываю карты, и посмотрите на ту карту, которую вы выбрали, и через образ карты постарайтесь ответить себе на вопросы. А как я себя чувствую на самом деле при текущем уровне дохода? Какие это эмоции? О чём мне этот образ говорит? Чем наполнена его жизнь образы на карте? Какая я вот на текущем уровне дохода? Какая я? встрёпанное чувство? А встрёпанное почему? Встрёпанное – это как на иголках, или как это? Как? Поделитесь, как вы сейчас чувствуете? О чём вам говорит образ карты? Как он вам напоминает себя? Как он про вас? Больше не могу, как крик души, да, вот на этом уровне у меня крик души, я больше так не хочу, на стрессе, надоело так, хочу, знаю, что, и знаю, что могу больше, чувствую свой потенциал, да, хочу подрасти, да, хочу подрасти, что я смогла и в шоке, агушат, видимо, у тебя какой-то прорыв, был супер, как загнанная лошадь, вторая, прям я плачу от зарплаты, до зарплаты, ру где взять, а, ру где взять деньги, да, всё время думаю, угу, вторая, мне кажется, что поёт, да, кстати, вот классно, если кажется, что поёт, то, а какую песню она поёт? Про что она поёт? Угу, напряжена в ожидании, отлично, сейчас вы прям запоминаете, да, какие у вас идут ощущения, эмоции, как у вас реагирует тело, ошарашенный, что, блин, достойно же большего, получается, как есть, да, 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 задолбалась, угу, недовольная, напряжённая, мне тоже показалось, что ору, что больше не могу работать, сил нет, да, выгорание, да, сил больше нет, я выгорела, я так больше не могу, да, ещё ребёнок, она издевает, спать хочет, усталость, да, издевает, спать хочет, ага, супер, отлично, давайте дальше пойдём, а какие у меня отношения с деньгами? Вот какие у меня сейчас отношения с деньгами? Выберите один, два, три, можете не писать номер в чат, просто выберите для себя, какие у меня отношения с деньгами? И я открываю карты, все, надеюсь, успели, открываю карты, найдите свою карту, найдите свою карточку, и расскажите, поделитесь, в каких вы отношениях с деньгами? Что вы видите на карте? О чём вам говорит тот образ, который вы выбрали? Какие эмоции и чувства у вас возникают, когда вы смотрите на карту? А какую историю вы бы могли про себя рассказать, глядя на карту? А кто на этой карте вы, а кто на этой карте деньги? А если мы возьмём и карточку как будто бы расширим, что мы ещё увидим за границами этой карты? Ага, вот что деньги, да, номер два, видимо, что деньги закрыты от меня. Только недавно сказала, что я как ослик загруженный, да, нужно много пахать, чтобы иметь деньги, да. Ну, точно осёл, который ходит по кругу и больше не может заработать, как бы не старался. Ослик ждёт, как бы что-то... Вот, интересно, ослик ждёт, что корзины наполнит сейчас. Тоже вот разные, да, такие восприятия. Они до меня не могут найти, кто-то из нас в заключении. Наверное, я. Я на что всё смогу, создаю больше, инвестирую, вкладываю. Везде опаздываю, бывает, так, пытаюсь запрыгнуть в последний вагон. Рабочий шаг. Ага. Ага. А рудингам я тут бегу, от них или за ними. Да, вот эта вот история, либо я избегаю, либо я к ним и стремлюсь, но избегаю, да. Угу. Угу. Супер. Вослик кубанка. Угу. Ждёт транш в корзинку. Угу. Замкнутый круг, клетка ограничена в доходе. В тюрьме выхода нет. В ограничениях. Стою возле двери, чтобы наполнить мешки, а открыть страшно. О, Света, как интересно, да. Я вот стою, жду, то есть там за дверью деньги как будто бы есть, да, а мне, ну, и могу свои мешки все наполнить, а мне страшно это сделать. Ой, классно как. Ага. Один барьер преодолела. Первая победа. Класс. Супер. Супер. Мощно. Угу. Мощно. Кстати, можно и иметь достаточный уровень дохода, но при этом действительно быть вот как этот рабочий шаг, который просто упахался при этом и как это, от работы дохнут кони, да, ну, а я бессмертный пони. Давайте пойдем дальше, друзья мои. Закрыто для денег. Да, супер. Очень классное сознание, друзья мои. Очень классно. Давайте пойдем дальше. Третий вопрос. Спросите себя, какой у меня есть потенциал роста? Какой у меня есть внутренний потенциал роста? И выберите, пожалуйста, карту для себя. Выберите, пожалуйста, для себя карту. И я открываю картинки. Какой у меня есть потенциал роста? Найдите свою карту. Посмотрите на тот образ, который изображен на ней. И ответьте себе, какие эмоции у вас в первую очередь возникают. То есть, что вы чувствуете, глядя на эту карту? Какие чувства и эмоции у вас идут? Затем посмотрите, а где в теле они возникают? Где они отражаются внутри вашего тела? Ощутите, посмотрите на них. И когда вы почувствуете, ответьте себе на вопрос, а какой у меня есть потенциал роста? Океан изобилия денежного. Как еще у вас? Как еще? Безграничный потенциал. Я открыта для потока. Это потенциал. Глубина. Ко мне все стекается. Потенциал классный. Ко мне все стекается. Есть потенциал того, что ко мне будет все приходить, что я буду источником. Что можно. Вот этот ваш потенциал. То, что вы можете в принципе в себе раскрыть, выйдя из-под влияния тех самых запретов, установок и пустите свой импульс по новым дорожкам. Безграничный. Словно лавина. Может все, сила, мощь. Да, вот классно еще, что думаю, что стремительно можно получить результат. Сделать прорыв. Быстро сделать. Супер. Супер. Отлично. И у нас с вами есть еще вопрос. Есть еще вопрос. Что мешает прямо сейчас мне сделать этот прорыв в деньгах? Что прямо сейчас мне мешает сделать прорыв к той сумме, которую я бы, наверное, хотела? Что мешает? Что останавливает? выберите карту. Выберите карту. Выберите карту. И я открываю картинки. Выберите карту. Я открываю. что мешает мне прямо сейчас сделать прорыв. Посмотрите на ту карту, которую вы выбрали и постарайтесь через образ карты ответить на вопрос, что мешает мне прямо сейчас. мы точно так же сейчас смотрим на эмоции, на ту историю, которую рассказывает вам картинка. О чем она для вас? Посмотрите на образ карты и, может быть, у вас всплывет какое-то воспоминание. может быть, у вас пойдет ассоциация с какими-то людьми. Мешает то, что силы на пределе. Да, что нужно сделать последний рывок, вот это что-то мешает. Что мешает? Прошлое. Мешает то, что страшно выйти из зоны комфорта, чужие мнения, влияние, проблемы из детства. Прямо все в точку. Каждый раз удивляюсь. Ну так, все в точку, оно именно благодаря тому, что карта достает ваше индивидуальное. Мало энергии. Мешает это. Мешает то, что я как будто бы как марионетка в чужих руках. Обязательства мешают быть свободной. Мой мозг. Я для него марионетка, не могу с ним справиться. Яна, нужно мозг сделать союзником. Мы не боремся с собственным мозгом. Мозг – это тоже шикарный инструмент достижения целей нашей. Мы не боремся с ним. Мы просто делаем его нашим союзником. наинтересно, не считая родителей. Это скорее тоже к убежденности. Или вот здесь может быть убеждение такое, что влияние родовой системы, что я не могу, мне стыдно быть богаче своих родителей. Вот это, кстати, очень мощная тема. У нас на курсе будет целый блок, посвященный, ну прям такой хороший, мощный урок, посвященный работе с родовыми, семейно-родовыми сценариями, то, что вот роду непосредственно. И вот сможете научиться из этого выходить. Отсутствие поддержки близких. Супер. Классно. Молодцы. Молодцы. Очень хорошо достаете из себя образы. Даже несмотря на то, что мы сейчас вот с вами в таком групповом формате работаем, а индивидуальная работа, друзья мои, она прям еще глубже. Когда вы, если вы пробовали работать с клиентами или со своими близкими, вы точно вот это знаете, что там прям особая связь, возникает. И давайте посмотрим еще один вопрос. Какой будет моя жизнь, когда я сделаю этот прорыв? Когда я избавлюсь от всего того, что мне мешает? Какой будет тогда моя жизнь? Выберите карту. Выберите карту. Внутри еще разочек произнесите этот вопрос. Какой она будет? Что изменится в моей жизни? Подышите, и я открываю карты. Открываю картинки. И через образ карты ответьте себе на вопрос «Какой будет моя жизнь?» И здесь тоже сделайте упор на свои чувства. Что я буду чувствовать? В каком я буду состоянии? Потому что мы к чему стремимся, по сути? Мы стремимся к тому, чтобы как-то себя ощущать. как-то быть в каком-то состоянии эмоциональном, телесном, физиологическом. То есть на уровне тела как-то себя чувствовать, на уровне эмоций и на уровне смысла, мыслей, которые у нас в голове есть. Вот почувствуйте именно в каких я состояниях буду. Я так и хочу счастья. Ирина, какую карту выбрала? Так, три. Путешествие. Еху, да, путешествие. Кстати, я обожаю путешествовать, но для меня прям вот такую большую часть вот этого заряда, который я в путешествиях получаю, удивительно, но занимают именно перелеты, аэропорты, как места силы. Вот я прям недавно это признала, что аэропорт для меня это просто место силы. Да, то есть вот просто колоссальный заряд именно от самого перелета, ожидания, нахождения в этом месте. я вздохну с облегчением, стану себя больше любить, уважать за проделанную работу, буду получать удовлетворение, поддержка, свобода, сексуальная энергия мощная. Да, кстати, энергия, сексуальная энергия денег идентичны. Будут путешествовать, быть в комфорте, делайте упор на ощущение, как я себя буду чувствовать, о чем говорит мне эта карта. Вот если это перелет свобода, это про что? Про мобильность, про быстрое принятие решений, про что это для вас? Уверенность, надежность, безопасность. Мне помогут, очень не хватает проводника, ком в горле. Вот, кстати, одно и неинтересно, очень хочу компанию проводника. Вот здесь вот вопрос, да, посмотри про то, в какой позиции ты находишься, да, вот про как у тебя там с внутренним взрослым, с заботливым родителем, с собственным, да, вот это вот к вопросу внутреннего ребенка, немножечко внутренних вот этих ролей, пространств. Да, к аэропорту то же самое у меня, да, я просто вот, я не знаю, я вот, даже ожидание рейса, это потрясающее что-то. Насыщенная жизнь, угу, живи свободные, супер, супер, отлично, восторг, разнообразие, да, и вот исходя из этого, кстати, вы можете вот сейчас прям перекладывать, если сейчас не так, да, то, вот, ушла боль в левом потребении, сравнивайте, если сейчас не так, то как, да, значит, если я там буду в свободе, как будто бы сейчас я чувствую себя запертой, да, класс, кстати, вот когда вы щупали свой потенциал, свой потенциал, скажите, он у вас, он у вас, как соотносится с тем, сколько вы хотите, это больше, чем вы хотите, или как? Ага, сила-мощь, но пугает, да, потому что мы не привыкли еще к своей, проявлять свою силу, угу, поэтому мы ее боимся, часто мы своей силы боимся. Итак, итак, друзья мои, идем дальше, готовы идти дальше? Как вам такая коротенькая диагностика своя собственная? Расскажите два слова, и мы пойдем дальше. Давайте, пока вы делитесь, когда вы, пока вы делитесь, когда вы пишите в чате, я пока буду читать и рассказывать вам дальше. В каких вообще направлениях, то есть с какими запросами можно работать с помощью метафорических карт? Здесь вот, конечно, мы сейчас с вами взяли такую финансовую тему, она, наверное, одна из самых востребованных, но это далеко не единственная тема, с которой можно работать через МАК. Мы можем этот инструмент использовать под любой запрос вашего клиента. Это могут быть и деньги, и отношения, и поиск себя, предназначение, выход из какой-то трудной ситуации, сделать выбор, отношения с родителями, родовая тема, вот я уже вам сказала, это детские травмы, это, в принципе, психологическая травма как таковая, это здоровье, это лишний вес, это вот какую бы тему ни взяли, использовать в ней метафорические карты можно. Здесь для каждого запроса, для каждого мы можем использовать МАК, можем использовать как целыми техниками, но и также как отдельный, такой вспомогающий инструмент уточнить, да вытащить что-то из клиента, да, то есть помочь ему осознать что-то и для каждого запроса есть свои техники работы именно с картами, да, то есть можно, мне не очень нравятся расклады, такая история, но как бы часто их тоже раскладами называют, техники-расклады, но есть и универсальные техники, точно так же, как вот есть универсальные колоды у нас, которыми, которые можно работать с любым запросом, которые можно использовать в работе с любым запросом, и есть также универсальные техники, которые можно применять под любой запрос, и здесь на самом деле вот то, что есть эти техники, это большой плюс, потому что по факту это четкая пошаговая схема работы, вы точно знаете, что делать на консультации, и вы точно будете чувствовать себя уверенно в работе, потому что вы знаете свой следующий шаг, по большому счету. Куда вам вести клиента? Куда вам по структуре сессии клиента вести? Надежда, у меня целый путь сложился от точки А к точке Б. Круто. Гульшат, да, запись будет. Я ее буду обрабатывать вот в таком виде, к сожалению, без камеры, но, ну, как есть, к сожалению, к сожалению. Ну, хотя и к радости. Мы с вами классно идем, классно прям охватываем. Сегодня мне нравится, как мы работаем. Итак, еще раз, для каждого запроса есть свои техники, пошаговые схемы, по которым вы ведете клиента. Хочу с вами поговорить о том, сколько стоит работа консультанта с метафорическими картами, потому что в целом мы же говорим о том, чтобы помогать людям, да, через метафорические карты начать, консультировать, и мы должны с вами хорошо понимать, а что я с этого буду иметь. вот здесь давайте вот еще задам вам такой вопрос. Вот у меня на слайде уже показалось, да, я, видимо, где-то немножко, наверное, нужно было интригу вам здесь создать. Вот я попрошу вас сейчас немножко пофантазировать и представить. вот вы как будто бы уже обучились на специалиста по работе с метафорическими картами и начинаете работать. Подумайте, какую бы цену на первую консультацию вы поставили. Вот из внутреннего ощущения, сколько бы вы назвали цену за свою первую консультацию. Сейчас вы пока думаете, я еще к чату обращусь. Ирина, под разный запрос колоды разные. Знаете, кстати, вот я прям сейчас отвечу вам. Я вас буду учить тому, чтобы не накупать себе тысячи колод. Я буду учить вас работать с определенным набором колод, причем с универсальными тоже, и как использовать те или иные специфические колоды под разные запросы. Вам не нужно будет под каждую технику накупать тысячи колод. Серьезно. Это потому, что такое удовольствие, ну, мягко скажем, недешевое. То есть, если колоды в среднем там стоят от 700 рублей, именно карты, до там двух тысяч бывает. Да, то есть, да, конечно, любой специалист, он начинает вот этот азарт коллекционирования колод, какой-то у него всегда есть. Но я вас буду учить работать, как бы не распыляясь, да, то есть, буду рассказывать какие, куда, как рекомендуется, но буду и учить вас взаимозаменять вот эти истории колоды. Интересно. 1500, 4500, 1000, полтора в час, 1000, 2800. Ага, Наталья, что ты со звуком? Аня, что со звуком? Аня, Фомина или Света? Комплекс самозванца. Не могу назначить высокую цену, так как нет спецобразования. Это, кстати, большая боль. Я вот вам сейчас буду рассказывать о преимуществах маг. И действительно, специалисту маг по метафорическим картам не обязательно иметь психологическое образование. Это круто, если оно у вас есть. Но, допустим, я всегда даю базовые психологические знания, чтобы вы могли на это опираться. Не просто так, а прям, чтобы вы на это опирались. Супер. Вот стоимость одной консультации у обычного специалиста по метафорическим картам стоит от 3500 рублей до 15000 рублей. Причем 3500 это стоимость консультанта новичка, как раз вот того, кто только что отучился и делает первые шаги в профессии. И вот я вам не рекомендую долго задерживаться даже на этой цифре и уже где-то там через 3-4 месяца поднимать стоимость и выходить на цене где-то 4500-5000 рублей за консультацию. Эту практику можно наработать очень быстро. И меньше 3500 я тоже не рекомендую ставить, потому что это то самое обесценивание, это то самое, что убивает вашу мотивацию внутреннюю. И мы с собой тоже будем с этим работать. Давайте посчитаем. Просто возьмем начальную стоимость консультации 3500 рублей. Это в среднем где-то полтора часа работы в сессии с клиентом. И для такой комфортной занятости обычно можно брать 10-15 человек в месяц. При этом смотрите, я здесь имею в виду, что значит 10-15 человек. Не в принципе 10-15 консультаций за месяц, а так как мы все хотим давать качественный результат, качественную трансформацию жизни, да, не просто решение какого-то вопроса, а хорошую трансформацию жизни для своих клиентов. Поэтому мы их берем сразу на сопровождение, да. То есть это где-то 4 встречи в месяц, 4-5 встреч в месяц. И если мы это все посчитаем, то средний доход, средний доход даже начинающего специалиста, получается где-то 140-210 тысяч рублей в месяц. Где-то 140-210 тысяч рублей в месяц. Как это соотносится с вашей цифрой, которую вы хотите? Помните, вот какую цифру вы писали в чат, сколько вы хотите зарабатывать, сколько вы себе определили, да? Соппадает, больше-меньше получается. Так, а где клиентов? Знаете, главный вопрос. Кстати, у нас есть блок первые шаги, да, то есть продвижения и каналы, где брать клиентов. Да, это хороший вопрос, это правильный вопрос. Важна ли надпись на карте или достаточно картинки? Есть карты с надписями, есть карты просто с картинками, есть карты смешанные. А надписи, вот те фразы, которые обычно используются, это как углубление на подумать чаще всего, да? То есть это есть особенности по колодам, тоже будем обсуждать. Давайте жду, совпадает ли не совпадает у вас вот эти цифры. Причем работа как специалиста, да, может быть для вас основной и может быть дополнительным доходом. То есть вы можете варьировать, сколько клиентов брать, на какое количество сессий закрывать клиента, да, как правильно показать выгоду, что нам выгодно работать в долгую, да, работать на результат, а не просто вот на, там, не знаю, разочек быстренько забежать и выбежать. Тоже, тоже, тоже это все буду рассказывать в курсе. У нас, кстати, на сайте есть, вы можете перейти на наш сайт и посчитать сами. Там есть калькулятор дохода, где вот можно поиграть этими параметрами и посмотреть доход при разных условиях занятости. Ага, это больше, чем я хотела, совпадает. Я себя, оказывается, обесцениваю. Вот это очень большая проблема для многих себя обесценивать. А теперь вот я сейчас вам еще просто вот посмотрели на суммы месячные, да, а теперь посчитайте. В год это получается примерно 1,7 миллиона рублей, при том, что вы будете работать где-то 3-4 дня в неделю по 5-6 часов. Комфортно? Я думаю, что цифры, конечно же, вдохновляют. Но вот я поделюсь еще, вот почему для меня, что самое классное для меня, да, вот в работе как психолога, как психолога-терапевта СМАК, да, так это то, что каждый раз для меня это уникальный новый внутренний мир клиента, да, каждый раз это такое путешествие, исследование, погружение. Это очень интересно, и это реально никогда не надоедает. Это прям вот супер. Для меня, допустим, была такая вот проблема, я очень много разных направлений пробовала, изучала, в разных направлениях в жизни, в принципе, работала. И для меня была всегда проблема, что я начинаю что-то изучать, и мне быстро становится скучно, неинтересно. Так вот СМАК у меня, СМАК, с психологией у меня такого нет, эта проблема исчезла. Угу. Совпадает очень, да. Можно ли без образования психолога заниматься консультациями? Да. Виктория, это прекрасный вопрос. Да, без образования психолога можно консультировать СМАК. Здесь есть особенности как раз, что большей частью, то есть мы не лечим, понимаете, мы не лечим человека, нас в своей работе. Мы помогаем, направляем, мы вот как режиссёры действительно, которые ведёт, помогают, вот проводники берут за ручку и помогают пройти по собственным внутренним ориентирам человека, да. Мы ничего не навешиваем, мы ничего не навязываем клиенту, да. И более того, я ещё раз повторюсь, я всегда даю в обучении вот эту опору на определённые знания того, как работает психика человека, то есть вы не уйдёте без психологических знаний, вы не уйдёте тупо с техниками, да, то есть тупо вот вам техника, идите работайте. Нет, я так не люблю, мне так не нравится, у меня это вот сразу по голосу слышно, что я возмущаюсь на это, вот, я так не люблю. Итак, давайте перейдём дальше и поговорим о том, как начать консультировать с метафорическими картами. Конечно же, это пройти обучение, это отработать навык консультирования, по сути, да, на практике, получить сертификат. Вот как раз здесь вот этот момент, что это даст уверенность в том, что вы не с улицы, вы там не шарлатан, вы знаете и понимаете, что делать. И это будет давать вам ту самую основу, знание, как работать и как справиться с любым запросом клиента, как вести клиента. И это даст уверенность, что самое главное. Второе. Уже во время обучения, когда вы сами учитесь, сами проходите эти трансформационные процессы, рассказывать, делиться тем, что происходит с вами и как вам это даётся, да. Это такая рефлексия собственных процессов. А так как мы изучаем практический инструмент, мы проходим это всё на себе. Мы проходим личную трансформацию, и как раз вот здесь вот, чтобы не навешивать на клиента свои проекции, чтобы быть эффективным, беспристрастным, чтобы не как раз вот не уходить, не давать советы, да. И вот здесь, да, действительно, может быть так страшновато. Вот, ну как раз для этого и есть сообщество, есть поддержка, есть ваши мини-группы, да. Допустим, если мы в рамках курса посмотрим, где у вас есть такие же люди, кто проживает и проходит тот же путь. Это важно иметь единомышленников. И вот, кстати, третье, да, вот вы спрашивали, где брать клиентов. Есть довольно известные, проверенные каналы продвижения. Вот нужно их проанализировать для себя, соотнести со своими внутренними индивидуальными особенностями, потребностями, да, со своим характером, и начать действовать. Выбрать эти каналы и действовать по привлечению клиентов. Кстати, это и не только социальные сети. Да, сейчас век социальных сетей, но и без них тоже можно. И мы здесь можем начинать как-то и через, то есть каналы разные, мы можем через коллег заходить, через друзей, то есть дотянуться до своих клиентов у нас всегда есть способ. Вопрос только в том здесь, знаете, почему нет клиентов? Потому что нет действий. Часто либо это не те действия, да, то есть не те, не тот посыл, не те действия. Это вот как раз-таки происходит из-за внутренних ограничений, внутренних установок, и вот это вот, когда ваше бессознательное вас отводит от целевых действий, вот, либо отсутствие действий. Следующий шаг – это работать вот с этими внутренними страхами, затыками, установками и здесь делать действия как раз. Благо здесь вот метафорические карты – это прекраснейший инструмент для работы со своими внутренними проблемами. И вот еще один момент, еще один момент в начале консультации с метафорическими картами очень важный – это как раз вот про обесценивание, да, то, что вы писали. Брать клиентов в работу нужно за деньги сразу, с первых сессий, и причем не за отзыв, не за донейшн, не за спасибо, не за кейс, а именно за оплату. Потому что, когда мы начинаем, вот, когда я начинала, да, то есть нам рекомендовали, ну, наработайте опыт, давайте вот за донейшн, и у нас очень многие выгорали. Это вот прям прямой путь к тому, что у вас внутри будет расти неудовлетворенность, что вас не оценивают по достоинству, что, как бы, вас не устраивает тот финансовый результат, который вы имеете, и вы, ну, вот, вероятнее всего, если вы будете работать за донейшн или за отзыв, вы очень быстро бросите это дело, очень быстро считая, что, ну, наверное, не судьба. Кто, кстати, пробовал консультировать и делал это вот за донейшн, за отзыв, за какую-то вот обратную связь? И что чувствовали? Вы сами, вот, когда так работаете, вы не можете, как бы, оценить, присвоить, вот, результат работы с клиентом, да, результаты клиента вы себе не можете присвоить, как будто бы. И, конечно же, любая консультация – это энергообмен. То есть вы вот даете, но физически, материально не получаете, да, то есть нарушение идет. А у меня сейчас поднялся страх, что ко мне, что кто мне будет платить, и три тысячи в наше время люди не так много зарабатывают. Виктория, хотите, я вам назову стоимость своей консультации, и мне люди платят. Хотите? Давайте так. И, кстати, вот опыты моих клиентов, да, что есть у них те, кто работают продавцами, учителями, воспитателями, допустим, в саду, да, и зарабатывают, ну, то есть тоже определенный уровень, и находят, да, вот эту ценность, да, работы. Люди с практиком понимают, что это их гораздо быстрее приведет, это будет дешевле в итоге. Ладно, напишите мне отмашку, я вам расскажу, сколько у меня стоит цессия, если будет интересно. Просто так не буду рассказывать. Итак, идем дальше. Вот здесь у меня есть прям к вам призыв. Давайте становиться реализованными профессионалами в работе, да, то есть действительно не просто на бумажке, а реализованными, проявленными профессионалами. И это вот тоже ваше право выбирать, да, с кем, с какой целевой аудиторией вы хотите работать. Главное, чтобы, когда человек ценит, когда вас, человек понимает ценность вашей работы, человек платит. Я вам скажу, когда я, у меня был момент, мне нужно было, у меня был тогда не очень еще, ну, как бы такой высокий уровень дохода, да, я работала с психологом, мне это обходилось там в 20 тысяч в месяц на тот момент, это было несколько лет назад, и это было много для меня, но это окупилось просто на раз-два. Итак, друзья мои, давайте становиться профессионалами вместе, давайте пойдем в этот путь вместе. С 3 июля я буду проводить обучение на специалистов по работе с метафорическими картами, и, конечно, всех тех, кто хочет быть проявленным, реализованным профессионалом в работе с них, я приглашаю в курс. Курс для тех, кто хочет работать с людьми, консультировать, обрести новую профессию. Это действительно самый простой и понятный шаг сейчас, чтобы начать. Для помогающих практиков и психологов это уже дополнительный инструмент, который расширит возможности, расширит компетенции и позволит поднять свой чек. Вы писали, я себя недооцениваю, я там полторы тысячи за час ставлю. Так вот, маг, то, что позволит вам получать другой результат работы, углубить свой результат работы с клиентом, и позволит обоснованно поднять чек на свою работу. И для тех, кто хочет изучить себя, стремиться сделать свою жизнь, и отношения гармоничнее, отношения со своими близкими, это действительно ключ к себе и к пониманию своих близких людей, тех людей, которые с вами живут, с кем вы общаетесь, для подруг, с подругами. И мы будем в курсе работать два месяца. За эти два месяца вы действительно пройдете путь от новичка, который только хочет быть психологом, может быть, только хочет начать консультировать. К итоговой точке консультанта, профи, профессионала, эксперта. И, конечно, вы начнете, будете зарабатывать первые деньги уже на курсе, я вам гарантирую, вы уже на курсе, делая действия, которые мы вам дадим по продвижению, кстати, у нас будет блок продвижения, вы начнете зарабатывать, помогая людям, помогая то, к чему мы хотим, стремимся все. Итак, сейчас я прям уделю внимание, уделю время рассказу о курсе, и затем мы пойдем с вами в демонстрационную такую экспресс-сессию. Кстати, вот сейчас мы будем разбираться с тем, почему же все-таки подавляющее большинство тех, кто хочет стать, мечтает стать практикующим специалистом, помогающим практиком, не начинают этого. Вот вы сейчас говорите страх, кто мне будет платить. Вот не понимаю, первое, себе прямо сейчас догибайте, какие у вас есть. Это то, с чем вам нужно работать, с чем вам нужно идти туда в работу. Первое, это не понимаю, с чего начать работу, где брать клиентов, и как продавать свои услуги чужим людям, в общем-то, за деньги. Такая вот растерянность. Как? Кто мне будет платить по 3 тысячи? Кто мне будет это платить? Хотя 3 тысячи, я вам скажу, что сейчас по 3 тысячи уже практически никто даже и не работает. А если вы работаете, друзья мои, это вот прям прямое приглашение для вас отрабатывать свою самооценку и повышать свою внутреннюю ценность в первую очередь. Такое. Это вот чувство неуверенности в своих знаниях. Это тот самый синдром самозванца, который вы вот прям писали, у меня сейчас есть, на месте присутствует. Как правило, он нас гоняет по куче обучений, мы сливаем кучу денег на новые знания, набираем эти новые знания, мы углубляемся, углубляемся, но не делаем, потому что мы боимся, что я еще недостаточно хороша. И вот начинаем разбираться с блоками. Кстати, очень часто слышу, мне нужно сначала разобраться с внутренними блоками, а потом делать, то есть потом что-то уже пытаться делать. Но это тоже то, что убивает вашу мотивацию и самооценку. Все это делать нужно одновременно. И работать с блоками, и делать. Вот это тот самый мой девиз. Ссы, но делай. Бойся, но делай. То есть боюсь, разбираюсь, иду и делаю. Есть страх не справиться с запросом клиента. Есть действительно такие моменты, что кажется, что вдруг придет человек, появится у меня какой-то человек, с которым я не буду знать, что мне сделать, как помочь ему в его проблеме. Если это про вас, тоже загните себе пальчик. И вот это вот все ведет к большой внутренней неудовлетворенности, к разочарованию в себе. И вот желание помогать, реализовываться, даже если человек чувствует, даже если вы чувствуете в себе это призвание, оно так и остается только желанием и не реализуется. Как у вас? Что у вас получилось? Какие пункты про вас? Сколько их про вас? Дайте мне, пожалуйста, обратную связь в чат. Хочу знать цену. Да, сколько? Сейчас дойдем, друзья мои. Сейчас, сейчас, сейчас. Дойдем. Постепенно дойдем. Я сейчас вам про все расскажу. Сколько стоит, берете ли вы клиентов на консультацию? Сейчас расскажу, сколько стоит. Клиентов на консультации, на разовые, я уже не беру, друзья мои. Кстати, я буду рассказывать, как работать с клиентами на постоянной основе, как работать в долгую, качественно, как выстраивать эти отношения с клиентом, чтобы это можно было делать. Я работаю только в длительной терапии. Меня даже порисовать просто так из окружения никто не хочет. Говорят, занимаюсь ерундой. Да, вот это вот поддержка, это окружение. Все пункты. Спасибо, сильно мозги просветляете. Все про меня. Есть страх не помочь. Вот, страх не помочь клиенту. Знаете, вот просветляете. Да, действительно, у меня есть такая особенность, что когда мы идем в конкретные действия, в конкретные знания, когда у нас с вами есть цель, то я вас буду задемлять. Я вас буду вот с этих облачков ставить на материю, на деньги, на землю фактически. А страх не помочь клиенту. Юленька, ты знаешь, каким бы профессионалом вот мы не становились, всегда будет определенный процент людей, которые не возьмут просто то, что ты им даешь. Просто не возьмут сами. Это не про тебя, это не плохо, это не про то, что ты плохой специалист. Просто это есть. Такая данность есть. Вот, супер. Давайте пойдем дальше потихонечку. Все про самозванца. Это да, да, да. Отлично. Так, перестать, наконец, бояться, да, и быть действительно реализованным. Это вот получить твердые знания, да, то, что я говорю. Когда вы знаете, как это работает, и куда вы идете, это та база, которая дает вам опору. Это та база, которой владеют профессионалы. И она дает уверенность, что вы не самозванец. Второе. Освоить структуру построения консультации, да, то есть если вы знаете, какой шаг за каким вы совершаете, то у вас не будет вариантов, что вы потеряетесь, да. Вы точно поведете человека к его результату. Конечно же, это практика. Вот просто практика, практика, еще раз практика. Потому что практика дает вам опыт, на который вы тоже опираетесь. Да, это дает расширение ваших просто способностей, в том числе, да. То есть когда у вас уже за плечами, поверьте, разница есть, когда у вас за плечами там 10 клиентов, и когда у вас за плечами 10 лет клиентов, да, как и работа с клиентами. Это совершенно разные вещи. Это практика. Есть и другая обратная сторона, да, то есть есть те, кто получает профессию, но в ней не работают. Вроде бумажка есть, вроде я называюсь там практикующим психологом, да, но я не практикую, тогда откуда возьмется опыт? Тогда, конечно, и есть неуверенность. Так, даже врач не всегда может спасти клиента. Это работа двух людей. Да, да, очень-очень важно. То есть здесь важно быть объективным, да, смотреть, знаете, с какой-то точки зрения работа психолога, это ведь не про утешить, не про там пожалеть, это про то, чтобы в какой-то степени, в том числе быть практичным, циничным, объективным и не поддаваться на уловки и манипуляции клиента, что тоже важно. Кстати, это тоже бывает. И это нужно просто знать, как с этим взаимодействовать. Это вот как раз вот не падать в проекции, да, то есть не навешивать свои проекции, не вовлекаться. Это отрабатывать свои внутренние психологические проблемы. Супер, идем дальше. И на курсе мы как раз все эти элементы отрабатываем. И ключевые запросы, которые возникают у клиентов, да, то есть и сложные запросы, и ту базу, которую вы должны знать, да, вот психологическую базу, как это работает, как это устроено. И то, что вот вам даст возможность убрать этот страх, не дать результат клиенту, что появится уверенность, да, что да, я знаю, что я делаю. Кстати, даже есть, сейчас вот вспомнилось, что бывают такие клиенты, которые вот ушли вроде как без результата, ничего не поняли, и вообще вот вроде как твоя работа была бесполезна. А через несколько месяцев выясняется, что до них дошло наконец, и у них все поменялось. И такое тоже есть. Итак, клиенты, пациенты. На самом курсе, давайте сейчас отвлеклась немножко на чат, на самом курсе мы предусмотрели вам вот прям полностью упаковку, чтобы вы могли начать свою работу сразу. То есть у вас будут колоды карт для работы. То есть вам не нужно будет что-то покупать, что-то искать в интернете, разбираться, какие колоды вам нужны. и весь набор для начала работы у вас будет, и даже больше. И я, как уже говорила, я буду вас учить заменять колоды друг с другом, то есть варьировать, определять, что из них ресурсная колода, что для работы с травмой, для работы, какие картинки подойдут вам, то есть как можно выборки делать из колод. То есть вот все это мы будем проходить, и колоды у вас будут необходимые для работы. У вас будет теория для того, чтобы вы понимали, что вы не просто взяли технику, не просто разложили карту, чтобы вы были не просто консультантом, да, вот с какими-то картинками, а действительно профессионалом. Мы будем очень много практиковаться. Причем практика это будет разнообразная. Во-первых, на разные запросы клиентские, а во-вторых, это будет практика с разных точек, да, то есть это практика как клиента, как специалиста и как супервизора. То есть вы себя попробуете со всех трех сторон. То есть прям вот вы наработаете такой опыт сразу, да, если не будете халтурить, да, вот здесь важно понимать, если не будете халтурить, будете действительно практиковаться, вы получите очень обширный, разнообразный опыт уже в курсе. Уже в курсе вы получите первые свои отзывы, оформленные уже первые кейсы и рекомендации. В том числе у индивидуальщиков будет возможность получить мою рекомендацию, рекомендательное письмо с подтверждением, да, что все окей, все классно. Так, сейчас в чат, минуточку. С какого возраста можно брать в работу с метафорическими картами? Я вам рекомендую брать в работу совершеннолетних, потому что все-таки для работы с детьми там вам нужно тогда будет специализироваться и уходить как бы вот в эту сторону. Мы будем ориентироваться на взрослых. Людей у нас будет блок на работу с детьми, но в более мягкой форме. Если есть твои колоды, супер, отлично. Классно. Сейчас в медицине клиенты, потому что все готовы платить за результат. Вот здесь, кстати, соглашусь. Потом расскажу историю, как вообще вчерашний эфир у нас не задался с самого начала и как я, кстати, вот про медицину, да, вот связка, да, платить за результат в медицине. Правильно поняла, что да, с 18 лет, совершеннолетний, мы будем ориентироваться на эту категорию. Если у вас есть профильное какое-то отношение к детям, педагогическое или, может быть, детский психолог, тогда окей, да, тогда окей, тогда вы просто быстро сопоставите, да, то есть вы интегрируете этот инструмент в свою работу. Итак, в курсе будет сертификат. У вас будет сертификат как доказательство, собственно, что вы прошли это обучение и стали специалистом, что вы можете давать твердые результаты своим клиентам. И я знаю, что в начале это прям очень важно, это действительно тоже является опорой. Я в свое время, когда училась, я прям доплачивала специально, то есть платила больше, чем все остальные, чтобы у меня был сертификат. Ну, там такое устройство было, собственно. В курсе я прям шла на это осознанно, мне нужен был сертификат, подтверждение. Я думаю, что, кстати, помашите, если это для вас тоже важно. И у вас будут, как я уже сказала, первые кейсы клиентов, которые вы сделаете прямо на курсе, потому что прямо на курсе вы начнете практиковать и будете друг для друга и клиентами, и ведущими, и супервизорами. Мы обязательно, допустим, в вип-пакете, там у вас будут прям реальные люди, не только люди с курса, а я еще буду предлагать своим клиентам, допустим, идти к вам на практику, чтобы вы могли отработать свою практику. Важно, важно, да, конечно. Я знаю, я потому что вот весь этот путь, свой путь, в принципе, я психологию начинала именно с метафорических карт. Именно они дали мне зеленый свет и вывели, по сути, стали первым шагом, таким входом в мое предназначение. И это очень круто. Итак, программа курса. Что мы будем изучать? Модуль 1. Мы будем работать, изучать основы метода, метафорические карты, как проективную методику. Вы освоите базу метода. Вы разберетесь с колодами метафорических карт, как их выбирать, какие они бывают, как их подбирать под практики, как их подбирать под себя, да, потому что я вот точно знаю, что даже есть, допустим, ресурсные колоды, но далеко не все мне нравятся и мне подходят для моей работы. Я для себя тоже делаю выборку, всегда делаю выборку. И вот этому мы тоже будем учиться. Здесь будет прям психологическая наша база методов. Как работает, куда идет, почему работает, как именно, все-все-все мы разберем. Второй модуль – это работа с клиентом. И вот здесь как раз мы будем учиться устанавливать контакт, как выяснять запрос, как вести клиента, как устанавливать рапорт, как построить структуру консультации. Вы прям шаги консультации как таковой, да, любой консультации узкоете, узнаете. Мы будем здесь тренироваться, формировать, формулировать и задавать правильные вопросы. Как раз вот эти, те самые, которые не только про карту, а что изображено на карте, а что вы видите, да, а те, которые будут мягко вести результаты к его, о, господи, клиенту к его результатам, к его изменениям, да, то есть искусство задавать вопросы. Вы научитесь работать с разными типами клиентов, да, потому что есть вот те, кто легко входит в работу, есть те, кто про себя уже все понял, но вам вот стесняется или боится, или не хочет рассказывать, или есть те, кто, допустим, у кого не явно проявлен визуальный канал, да, и ему тяжело вот визуальный образ читать, и такие тоже есть. И вот с разными типами клиентов мы будем учиться взаимодействовать, да, как помочь пойти в работу с маг, клиенту своему. Это то, как выстраивать контакт и работать. А вот дальше, в третий модуль, мы уже пойдем к практике, и мы будем изучать техники работы с ключевыми запросами. Это я-концепция, я-образ, да, то есть здесь у нас и самооценка, и восприятие себя, и отношение к себе, вот все-все-все, что касается я. Это семейно-родовые сценарии, все, что касается отношений в семье, паттернов, да, вот этих вот сценариев, там у мамы было так, у меня так, у бабушки так, и мне так не нравится. Это эмоции и чувства, конечно же, это страхи разнообразные, все, что страшно. Это деньги, конечно же, это отношения с мужчинами, и это маг в работе с детьми. Еще вот сейчас понимаю, что я здесь, ну, я вынесла это на отдельный, да, модуль. Ну, вот здесь у нас будет четыре недели практики, и за эти четыре недели вы будете отрабатывать навык консультирования вот с точки зрения клиента, ведущего и супервизора. У вас будут конкретные структуры, по которым вы будете идти с каждой позиции. Следующий модуль. И вот здесь у нас идет работа с психологической травмой. Вот здесь мы будем, это очень сильный блок, кстати, блок прям вот проверенный, классный, понятный, что такое травма, да, как она работает, как она формируется, как человек застревает в своей травме, как человека выводить, да, в это проживание, в выход из травмы, исцеление травмы. И вот здесь мы будем изучать авторскую, универсальную систему работы с любым запросом. То есть не только с травматикой, здесь будут техники по работе с травмой непосредственно. Кстати, вот для каждого из этих направлений у вас будет большое количество техник на выбор, да, не то, что вот я беру здесь там семейно-родовый сценарий, я изучу одну технику. Нет, мы будем изучать саму тему, и в ней, в ее рамках мы будем изучать сразу там несколько техник у вас будет. Вы возьмете ту, которая подойдет именно вам. Ту, которая будет вам откликаться, и в которой вам будет комфортно работать. Вы это все попробуете. И универсальная техника, причем это авторская техника по моей разработке, по моей концепции, по которой я пишу диссертацию сейчас. Девочки сейчас, наверное, отловили, про что я, да, быстренько, те, кто меня знает. И это будет круто. Я делала прям под нее технику по метафорическим картам. И в пятом модуле как раз у нас будет продвижение. Вы будете понимать, как искать своих клиентов. Найдете их, получите первые деньги за свои консультации. И вот здесь будут у вас подробные инструкции, как делать, чтобы вы могли использовать все каналы возможные, доступные для вас привлечения клиентов. И, конечно же, вот прям действие, действие, действие. Делаете, получаете результат. Делаете, получаете результат. Это модуль продвижения. Здесь, в этом же модуле, я вам буду давать алгоритм, как работать с клиентами не в разовых сессиях, а на длительной основе. То есть, как вести клиента к хорошим, мощным результатам в жизни в целом. И как, в принципе, привлекать клиентов именно в эту работу. Не в разовой консультации, чтобы потом бегать и беспокоиться, а так, чтобы длительно обеспечивать себе приток финансовый, в том числе, друзья мои. Итак, как вам программа? Помашите, как вам программа? Нравится? Нет? Чего не хватает? Что бы вы еще хотели? Сейчас дождусь вашу обраточку от чата. Пока расскажу вам, что в конце обучения у нас будет специальный челлендж, мы придумали, активность, по итогам которого вот самым результативным, классным ученикам мы сделаем прям отдельный специальный подарок. Программа мощная, а наполнение будет еще мощнее. Друзья мои, поверьте, такая еще особенность моей суперспособности, да, сложные вещи говорить простыми простыми словами, да, чтобы так, чтобы какие-то не впадают в терминологию и непонятные завороченные там фразы, да, а просто так, чтобы вам было понятно создание своих модулей. Подумаю, подумаю об этом. Итак, насыщенно, да. Курс рассчитан на 8 недель, 5 модулей это 8 недель, уроки будут не каждый день, да, давайте я расскажу вам, как будет проходить курс. Уроки будут не каждый день, основные вот именно информационные уроки у вас будут в записи, и вы их сможете проходить, в принципе, в удобном темпе, да, как только открывается модуль, вы можете их проходить в удобном достаточно темпе в своем, и один раз в неделю у нас будет с вами мастер-майн, живой созвон в Zoom, где мы с вами будем отрабатывать вопросы ваши, да, какие сложности у вас возникли, там, штурмовать, что можно сделать иначе, то есть такое погружение именно в вашей ситуации. И практика у вас будет отдельно в тройках, то есть отдельно друг в другом, и по ее результатам, конечно, у нас будут взаимодействия еще, да, помимо эфиров и взаимодействия на платформе, у нас с вами будет чат, где мы прям вот это будем активно обсуждать. У вас, по сути, у вас будет сообщество, помогающее, каждый член которого помогает друг другу. Уроки не каждый день. У нас где-то получается два урока в неделю плюс мастер-майнд. Причем уроки, те, которые в записи, вы можете смотреть хоть один за другим в удобное для вас время. Еще раз повторюсь. Итак, по пакетам и по стоимости обучения. Как всегда, у нас есть три ступеньки, три уровня погружения в материал. Первое – это пакет, который называется «Консультант по метафорическим картам». Здесь у нас входят уроки трех модулей. То есть вы получаете основу-базу, как это работает. Вы получаете знание, как работать с клиентом. То есть второй модуль – это работа с клиентом. И третий модуль – это практики, тематики и практики. Это вот «Я-концепция», это семейные родовые сценарии и так далее. Здесь предусмотрена проверка домашних заданий кураторами, 10 электронных колод для работы. И по окончании трех модулей для вас эфир с ответами на ваши вопросы. То есть вы проходите, изучаете и по итогу на конечном эфире мы с вами обсуждаем все, что у вас возникло. Это такой пакет, можно сказать, самостоятельной практики. Это больше, наверное, может быть для тех, кто уже конкретно много консультирует и здесь все понятно. Второй пакет это «Магэксперт». Вот здесь у нас все пять модулей, шесть встреч в «Зуме» мастер-майндов. Это практика в тройках, чтобы вы отработали как специалист, как клиент и как супервизор. Это методические материалы и конспекты уроков. То есть я прям люблю, я такой, можно сказать, задрот в этом отношении. Если мы идем в обучение, то я люблю, чтобы были конспекты, когда вы не просто прослушали и что-то сами там записываете, что-то как-то фиксируете, а чтобы было все удобно. Здесь это будет все оформлено заранее для вас специально. Это проверка домашних заданий кураторами и я тоже, конечно же, контролирую. Это чат участников, уже 20 электронных колод для вас, для работы и сертификат. Самая мощь здесь в том, что вы получаете колоссальную практику уже на курсе. Это бомба, что ты создаешь. Да, я знаю, спасибо. Мой синдром самозванца проработан, друзья мои, и это круто. Хотите проработать свой, приходите в моё поле, я это уже сделала. То есть вы подзарядитесь прям вот этим моим зарядом. То есть очень важно, к кому мы идем, кстати. И здесь будет сертификат, то есть это как раз то полноценное погружение, мощное погружение для того, чтобы сделать этот шаг в помогающей практике, для того, чтобы действительно стать профессионалом, стать достойным экспертом. И третий пакет это МакПрофи, это индивидуальный пакет, это моя с вами индивидуальная работа. Это, конечно же, все уроки, всех пяти модулей, но вот здесь мы формат уже немножко меняем. Наши встречи становятся индивидуальными, персональными. То есть мы не просто в группе обсуждаем на зум-встречах, а мы с вами каждую встречу погружаемся в ваши затыки. Если вам нужно подключение меня как психолога для проработки внутренних моментов, мы это делаем. Мы составляем такую вашу стратегию развития персональную. Здесь мы с вами практикуем непосредственно я с вами и вы практикуете с клиентами непосредственно под моим наблюдением. И чем это отличается от допустим практики в пакете эксперт. Если в эксперте вы там будут требования для сертификации, если в эксперте вы ведете практики и на сертификацию мне предоставляете одну свою сессию какую-то кейс один, и я смотрю и сертифицирую. То есть здесь вы прям под моим наблюдением идете в работу с клиентами. И мы прям на ходу здесь по итогам разбираем что было сделано правильно, где ошибки, куда бы еще можно было пойти. То есть это прям индивидуальное погружение. Здесь тоже методические материалы и конспекты. Здесь я и только я проверяю ваши домашние задания. Здесь мы с вами напрямую на связи в личном чате. По желанию вы также можете вступать в чат участников. Я советую вам это делать. И здесь также 20 электронных колод. Плюс я подарю вам такие живые колоды, которые можно потрогать. То есть подберу их для вас персонально, именно под какую-то вашу специфику. То есть по итогам, когда буду писать для вас рекомендационное письмо, резюме, то есть вот здесь персонализируют для вас живые колоды. Здесь также будет сертификат. И еще очень большой плюс, что когда вы выйдете в свободное плавание, здесь вы в течение трех месяцев после окончания курса сможете мне прислать на супервизию, на проверку три своих клиентские сессии. То есть бывает же так, что какой-то случай возник, и вы сомневаетесь, и вы бы хотели получить обратную связь от эксперта, то есть что можно усилить, как можно сделать еще глубже, как можно еще круче. И вот в течение трех месяцев вы можете еще мне прислать три таких работы на разбор. Друзья, какой пакет более привлекательный? Помашите мне в чат, что вам больше нравится? какой пакет вас больше всего привлекает? Ну и конечно дайте мне знать, что вы еще со мной таким образом, что вы здесь. И может быть у вас сейчас есть какой-то вопрос, тоже задайте. Жду у вас в чате. Второй. Супер. Макпрофи, Юля. Третий. Третий мощный, потому что индивидуальное погружение, ну для примера, то есть даже вот ну это прям вот мощно, да, потому что вы напрямую доступ к моей энергии получите и по сути к опыту, к моему опыту успеха, да, то есть напрямую, через прямое прикосновение, да, через группу все равно у нас включаются еще и групповые процессы, не забывайте, это тоже круто, вкусно, но здесь вы еще и дополнительно к групповым процессам получаете такое личное прикосновение по сути. Супер, супер, огонь, огонь. Давайте будем переходить к стоимости. Мак-консультант, пакет стоит 15,990. Здесь еще раз повторюсь, три модуля, проверка домашних заданий, 10 электронных колод и эфир, вопрос-ответ. Здесь грубо ваша ответственность, ваше погружение, конечно, вам дадут обратную связь на последнем эфире, но тем не менее это больше самостоятельный путь, и поэтому нужно рассчитывать себя, оценивать объективно, насколько вы готовы идти самостоятельно, практически. Второй пакет, это пакет маг-эксперт, и он стоит 39,990. Это пакет с обратной связью, это пакет с сертификацией, это пакет с сдачей экзамена. Кстати, тоже будьте готовы, что я не раздаю сертификаты направо и налево, никогда. Поэтому, если вы получаете у меня сертификат, это не просто бумажка о том, что вы прослушали курс лекций. Это бумага, которая будет подтверждать уровень вашей квалификации. То есть, вам придется сдать экзамен, друзья мои, не все так просто. У меня всегда есть требование к сертификации. И это круто, на мой взгляд, это очень круто. Это дает мне гарантию, что из-под моего крыла выходят сильные специалисты. И это, конечно, работа не на массу, лишь бы отвязаться, так скажем, а на качество. И пакет маг-профи, индивидуальная работа, персональная работа, стоит 135 тысяч рублей за два месяца обучения. Это моя с вами работа в течение, по сути, пяти месяцев. То есть, это два месяца обучения и три месяца на то, чтобы получить еще обратную связь и проверку своих знаний, своей практики. Я вам предлагаю посмотреть сейчас на это немножко с другой стороны. Мы с вами говорили о том, что стоимость консультации новичка стоит три с половиной тысячи. Так вот, пакет консультант 15,990. Стоимость обучения окупится у вас всего за пять консультаций. По сути, пять консультаций можно уместить в одну неделю, легко уместить в одну неделю. Пакет эксперт это 39,990. Это 11 консультаций по три с половиной тысячи. Обучение окупится всего за 11 консультаций. Это в течение одного месяца по факту. Очень многие проактивные девчата, я знаю, что куда бы ни заходили, всегда в любом курсе есть те, кто окупает курс еще в течение курса. Всегда есть такие девчата. Всегда. И вы тоже сможете начать работать. Я вам рекомендую начинать работать. Вот изучили технику и уже пошли сразу ее показали в мир. Ребята, давайте беру клиентов на этот запрос. И отрабатывайте непосредственно на клиентах в том числе, не только внутри курса. И пакет профи вот здесь в принципе я вам не рекомендую сразу ставить три с половиной, а стоимость сразу выставлять пять тысяч рублей минимум за свою консультацию. Потому что вы действительно будете углубленные идти. То есть прямо максимально с погружением, с проработкой собственной травматики. И обучение в таком случае окупится у вас за 27 консультаций. Это полтора-два месяца хорошей такой работы. И сейчас у вас под видео появится блок кнопочка обучения маг обучения регистрации на курс. И вы можете сейчас перейти на курс, открыть себе эту вкладочку. Там будут полные условия. Условия описания курса, калькулятор, кстати, о котором я говорила, доходы. Вы сейчас сориентировались примерно. И чтобы посчитать, допустим, если вы не готовы брать 3-5 человек в неделю, то посчитайте по своей готовности. Вы можете посчитать то количество времени, за которое окупится у вас обучение. И у нас есть варианты оплаты любыми картами, то есть российскими способами, зарубежными картами. Мы принимаем оплаты со всего мира, из США, с Европы, без разницы в какой валюте. У нас, конечно же, есть варианты рассрочки. Рассрочка это без процентов для вас. Сейчас у нас работает банк Тинькофф, Сбербанк, сервис всегда да, и по-моему еще что-то есть. Вот сейчас там, по-моему, должны были подключить еще частичную оплату. Надо проверить, может быть, уже все включено. Поэтому у вас есть выбор, выбор по количеству месяцев, на которые взять рассрочку, если она вам необходима, и вариантов оплаты. Проценты в этом случае мы за вас сами платим, школа платит проценты за вас. Это для вас беспроцентная рассрочка, беспроцентная стоя. И я, помните, для вас обещала еще подарок для всех. Сейчас запишите себе эту кодовую фразу «Хочу гайд», «Хочу…» это чек-лист. И прислав вот эту фразу в бота, то есть там, где у вас приходит вся рассылка, в понедельник по этому списку у нас с вами будет рассылка подарка. То есть вам придет этот гайд, этот чек-лист. И у нас с вами впереди еще два важных шага. как вы себя чувствуете? Скажите, пожалуйста, устали ли вы? Как вы себя чувствуете? Потому что самое вкусненькое, конечно же, я оставила на потом. У нас с вами впереди демонстрационная сессия. Я вижу, что у нас уже там все готово, уже созвон есть, уже подключение есть. Мне осталось только переключиться, подключить Zoom, и я готова работать, как вы. я надеюсь, что у нас камера тоже пойдет, то есть будет нормальная связь, и мы сможем посмотреть, поучаствовать в демонстрационной сессии, как наблюдатели. И еще один важный момент. Утомилось много информации, но еще, конечно, печально, что мы так подзастряли с вами в самом начале, но зато и самое вкусненькое, те, кто прям до конца, до конца посмотрит, останется, мы сделаем в конце розыгрыш электронной колоды с тремя техниками для работы с денежными запросами. Очень интересно, не устала, да, все супер, супер. у меня у меня тоже ресурс есть. Супер, отлично. И тогда я в принципе готова переключаться на демонстрационную сессию. Давайте, отлично, отлично, отлично. Я рассчитываю, что это займет у нас примерно минут двадцать. мы с вами посмотрим диагностическую историю. У меня, по крайней мере, в планах так. Да, отлично. Да, и знаете, мы действительно вот то, что мы прям задержались, это печально, очень жалко, печально, но как случилось, что называется. то есть мы рассчитываем сейчас где-то на двадцать минут сессии и потом еще вернемся к розыгрышу. Все, тогда отлично, я переключаюсь. Итак, друзья, мы сейчас с вами побываем на реальной сессии с клиентом, да, то есть мы сейчас в прямом эфире с вами проведем диагностическую сессию по клиентскому запросу, чтобы вы могли посмотреть, как это обычно происходит. Сессия будет в формате экспресс, конечно же, чтобы мы с вами успели, во-первых, охватить все, да, и не распыляли сильно надолго, но и запрос у клиента он более диагностический. Итак, Аня, здравствуй, скажи, пожалуйста, с каким запросом ты пришла сегодня на эфир, что ты хочешь для себя понять? Катя, привет, сегодня я пришла с таким запросом, у меня есть проблемы, я не могу преодолеть так называемый финансовый потолок, хочется уже расти, но мне кажется, что я еще недостаточно хороша, и мне страшно, что я не буду полезна другим людям, по-настоящему полезна, и очень хочется знать вообще, откуда корни растут вот этой херни, вот, да, ничего, что так. Ну, иногда это по-другому не назвать, да. Хорошо, хорошо, правильно ли я тебя услышала, что ты хочешь узнать, в чем причина вот твоего такого стопора, да, то есть, в чем причина того, что я не могу пробить на самом деле финансовый потолок, почему я чувствую, что я этого еще как будто бы недостойна. Ну, в общем, да. Если еще что-то, что ты сейчас хочешь проговорить до начала сессии? Нет, наверное. Отлично. Мы с тобой сегодня работаем с метафорическими картами, я буду просить тебя выбрать карту на задаваемый, заданный мной вопрос, и когда ты будешь погружаться в карту и рассказывать, пожалуйста, я тебя очень прошу, делиться с теми внутренними ощущениями, которые к тебе приходят, да, не только описывать то, что ты видишь на карте, какие умозаключения у тебя рождаются, но и рассказывать нам о каких-то реакциях тела, да, то есть, как откликается у тебя еще плюсом ко всему физиология. И мы с тобой постараемся, если будут здесь какие-то нюансы, сразу их подтянуть. Хорошо. Отлично. Давай, так, начнем мы, пожалуй, с тобой с такого вопроса. сейчас мысленно проговори его про себя и назови мне карту до 50. Вопрос такой, какой я себя вижу в сложившейся ситуации? Вот у меня есть ситуация, я не могу провести финансовый потолок, я не уверена в себе, я не знаю, могу ли я быть действительно полезна, да, и вот какой я себя чувствую, какой я себя вижу? Карта до 50. 13. Отлично. Посмотри, пожалуйста, на карту и постарайся через образ карты ответить на поставленный вопрос. Что первое приходит к тебе в голову, когда ты видишь её? Я сейчас буду перемещать карты на стол сразу, то есть буду показывать и перемещать карту на стол, чтобы было видно всем, да, и чтобы они у нас рядышком друг с другом складывались, чтобы мы могли потом посмотреть взаимосвязи. Ответь, пожалуйста, на поставленный вопрос через карту. Постарайся, что у тебя возникло, какие образы пришли. Полустёртое лицо. видны только глаза, причём печальные, а всё остальное как будто в тумане. Какие эмоции у тебя вызывает эта карта? во-первых, печаль. Ну-ка, образ как будто течёт, честно говоря, его как будто стирает из реальности. И, во-первых, тревога возникает. Страх. печаль. Ну, в общем, образ как будто есть, но его нет. Скажи, а как это про тебя сейчас? Ну, по факту, мне кажется, что я незаметна. Что меня просто не видят. Когда тебя не видят, что ты чувствуешь? неуверенность в себе, одиночество. Желание закричать возникает. Вот сейчас в теле поднимается, во-первых, очень большая волна, да, то есть оно опять сжимается и слёзы подступают, сразу же и горло перехватывает. А если бы ты говорила вот эти слёзы, они о чём? Если бы ты дала им название, про что твои слёзы? Скорее, обида. Обида, что меня не видят. И не понимаю, ничего с этим делать. Давай немножечко подытожим. Скажи, пожалуйста, правильно ли я услышала, что вот в этой ситуации я чувствую, как будто бы меня, я исчезаю, да, ты говоришь, такое полустёршееся, исчезающее лицо из проявленности, и как будто бы, когда я не расту, не приношу по-настоящему, боюсь, что я не принесу пользу по-настоящему людям, да, то есть я делаю предположение, что так и есть, как будто бы, внутри себя, да, и когда я не могу быть полезна другим людям, я как будто бы пропадаю из реальности. Скорее, если я не принесу результат, то я пропаду из реальности, да, то есть как бы меня, сотрут фактически, я бы, наверное, так сказала. Сотрут из реальности, очень интересная метафора, как думаешь, вот сейчас в твоей жизни, да, в твоей жизни, среди твоих близких и родных, может быть, всплывет у тебя сейчас человек, который обладает способностью стереть тебя из реальности, вот к которому ты можешь, кто ассоциируется с этой метафорой у тебя? А если в голову ничего не приходит? Если ничего не приходит в голову, такое тоже может быть, и это нормально. Для этого у нас есть несколько шагов в технике, и мы сейчас с тобой тогда пойдем дальше. Давай подытожим. Вот я себя вижу в сложившейся ситуации, назови три ключевых характеристики. Я себя вижу в сложившейся ситуации печальной, отчаянной, отчаявшейся и исчезающей. Отлично. Давай сейчас пойдем дальше. и второй вопрос будет таким. Вот когда я вижу себя исчезающей, печальной, вот такой, как я себя увидела, как это влияет на мою реализацию и на мои деньги, на то, какой доход я имею? Назови, пожалуйста, карту. Факт 4. Факт 4. Посмотри, пожалуйста, на карту и расскажи через ее образ и постарайся ответить на поставленный вопрос. Как это, как мое восприятие себя влияет на тот уровень дохода, который я имею? Что ты видишь на карте? Ну, в первую очередь мне бросилось глаза голой ветки. Первый план. О чем для тебя, о чем тебе говорят голые ветви дерева? О том, что это осень, умирание природы, что на дереве нет плодов, что все закончилось. То есть, если брать, то есть, да, если я в таком состоянии, это влияет на то, что восприятие себя так влияет на деньги, что у меня есть ощущение, что это конец. Ну, то есть, что дальше ничего не будет. Вот так вот. Скорее. А вот ты назвала несколько образов и нет плодов, нет там вельдиков, вот увядающая природа, а деньги вот в этой картинке, это что было бы тогда? Это бы весна была. Ну, то есть, если бы трансформировать эту картинку, да, то это была бы весна, это был бы расцвет, это был бы период именно роста. Если мы посмотрим на эту карту с точки зрения объема финансов, вот как мое состояние влияет на то количество денег, которое есть у меня сейчас в жизни? Или может быть? фактически мое состояние, как влияет сейчас, если вот смотреть на карту в объеме, да, если ее как бы расширить, то фактически оно в данном случае оно убивает финансовый поток, да, ну, то есть, потому что есть ощущение, что все закончилось. Если есть ощущение, что у меня все закончилось, у меня закончились деньги, и их больше не будет, да, ты сказала, что вот все закончилось, и больше ничего не будет. что ты чувствуешь от этого? Вот когда у тебя это осознание приходит, что ты чувствуешь? Первое беспокойство, тревогу очень сильную. Печаль. Но больше здесь тревоги и беспокойства. Ну, и прямо это отражается в теле сразу же, да, то есть, это тремор определенный, вот, область груди, область солнечного сплетения, тяжесть сразу появляется, если уходить в ощущения в теле. Хорошо. Давай пойдем дальше. И сейчас выбери, пожалуйста, карту, задай себе внутренний вопрос и наживи карту. Вопрос такой. Когда я первый раз в жизни себя так почувствовала, в какой ситуации в жизни первый раз я себя так ощутила, как вот сейчас, да, на этом образе с карты. Карту до 50. Один. Посмотри, пожалуйста, на карту и скажи, может быть, у тебя в памяти сразу всплывает какая-то ситуация. Посмотри тогда на карту и опиши какие ощущения у тебя идут, что ты видишь на этой карте, о чем она тебе говорит. Такое состояние появляется, когда встаешь перед выбором две дороги и очень много неизвестных факторов и даже стрелочки не являются подсказками для меня. то есть вполне возможно, что их написал шутник и на них нельзя ориентироваться, поэтому стоишь перед двумя дорогами, перед выбором, соответственно, и ты не знаешь, кто тебя ждет дальше и куда пойти. То есть это какая-то ситуация, в которой у тебя была неизвестность, правильно? Да. И как будто бы не было понимания, какое решение принять. Посмотри, вот ты говоришь, есть какой-то шутник, который написал эти стрелочки, мог написать эти стрелочки в разные стороны. А что это за шутник? Кто это за такой человек, который так мог над тобой подшутить? Начни просто с описания самого образа. Какой бы это мог быть человек? Если это характеристики внутренние или внешние. Как тебе удобнее сейчас с каких начать? С внутренних. это человек, во-первых, который меня не любит, потому что он путает, он достаточно эхидный. Есть определенная зависть, потому что хочется быть впереди. соревнования. Не то, что зависть, здесь скорее соревнования. Были ли у тебя в жизни моменты соревновательные когда-то? Да, были, наверное. Что ты можешь вспомнить прямо сейчас? Был момент, сейчас всплывает в школе момент с подругой, бывшей и настоящей. Когда я хотела помочь одной, а подставила другую. можно ли сказать, что это тоже такая аллегория выбора между одним и вторым вариантом? Здесь скорее был выбор делать или не делать. Но фишка в том, что когда я это сделала, настоящая подруга, в общем, долго мы не общались потом. Добра не получилось. То есть ты хотела помочь, но это все равно вышло тебе как-то немножечко боком, правильно? Да, ни первой, ни второй, да. Вернее, бывшей подруге, я помогла бывшей подруге, а фактически настоящую я кинула. Не специально. Что ты вот тогда почувствовала, когда хотела помочь, но не случилось? Ну, разочарование в себе, что я сделала неправильный выбор. Вот. Желание исправить ситуацию, но она уже как-то не сильно исправлялась. Ну, в общем-то, я почувствовала себя не очень хорошей подругой, не очень хорошим человеком. То есть, я почувствовала себя плохой? Да. скажи, если мы обратимся к той ситуации, вот с такого ракурса, как доверие, да? Вот когда ты говорила, вот какой-то шутник нарисовал стрелочки не в ту сторону. это скорее тогда моя внутренняя роль, которая неправильно определила на тот период времени, да и в принципе неправильно определила приоритеты и не поняла, что нужно делать. Ну, то есть, фактически, шутник-то, это я сама, если вот уж не брать роль, да, если соединиться с ней, то фактически я просто тогда сделала неправильный выбор, сейчас я тоже не уверена в том, что я сделаю правильный выбор, выберу ту дорогу, исходя из внутренних устремлений своих, я бы так сказала. То есть, в той ситуации, так как ты сделала как будто бы неправильный выбор и пошла не той дорогой, да, давай посмотрим, а какой вывод я для себя сделала, исходя из той ситуации, вот так случилось, и я что-то про себя решила, что-то я про себя решила, карту назови, пожалуйста, так же до 50. Да, 44. 44. какой вывод я сделала для себя в той ситуации? Сейчас я положу тебе карточку тоже на стол, чтобы тебе ее было видно, положу ее, давайте немножечко стриму и вот так положу. О чем для тебя эта карта? О том, что я не вижу реальность. А если ты не видишь реальность, что для тебя это значит в жизни? Что я не могу оценить риски и вообще я себя неадекватно воспринимаю, наверное, вот так, если, ну, карта для меня вот про это. То есть я вижу себя лучше, чем я есть на самом деле. Ага, то есть я вижу себя лучше, чем я есть на самом деле. Если мы свяжем это с вопросом, какой вывод я для себя сделала в той ситуации? Приняла решение, про себя что-то определила, решила? Ну, что я делаю добро, на самом деле я это не такая замечательная. Не могу навредить другому человеку. Что это тебе говорит о самой себе, об отношениях с самой собой? Недоверие. Я не могу доверять своим решениям. Что вот однажды я там была, проявилась моя роль шутника, я поперепутала стрелочки, приняла неправильное решение в той ситуации. И теперь я решила, что я сделала вывод, что я не могу доверять себе. Да. Давай вернемся к твоему запросу. Мне кажется, что я недостаточно хороша, я не могу быть по-настоящему полезна. И вот этот вывод, что я не могу доверять сама себе, что я на самом деле не такая хорошая. Отвечает ли этот вывод, эта карта на твой изначальный запрос? В чем причина того, что я не могу преодолеть свой финансовый потолок? Ну, так как я не могу доверять самой себе, я все время не уверена в том, что я делаю правильно или я делаю неправильно. и вообще, что я несу пользу, да, вот если к запросу относить. Я не делаю какую-то ерунду. Ну, тогда да. То есть, если нет уверенности в себе, как можно двигаться? То есть, все время находиться на весах, да, нет, да, нет, я хороша, я не хороша, это мешает. А в результате, как тебе это мешает? Как вот в реальной жизни, в твоей реализации, в твоих действиях или не действиях, как это проявляется? Постоянно, ну, в общем, вместо действия я нахожусь в размышлении. Если я сейчас делаю, какие будут последствия этого шага, а если вот они будут вот такие вот, тогда, может быть, вообще его не делаю. То есть, вместо того, чтобы пойти, попробовать и сделать и получить свой результат, я начинаю взрываться в самокопании, в самобичевании определенном и не делаю нужных действий, ничего не делаю, как будто бы, да? Ну, да, фактически, да. Проще ничего не делать, чем делать выбор и, я не знаю, ошибиться в очередной раз, принести кому-то, может быть, неприятности, ну, или не дать результат, например. Такое, это же тоже по факту ты человеку как бы неблаго несешь. Скажи, пожалуйста, если мы нашли вот причину, то есть, узнаем причину, что самое важное для тебя вот в этой маленькой, короткой встрече, да, было для твоего запроса, да, для понимания твоего запроса, что самое важное? Что ты берешь с собой? Беру с собой, что это причина в недоверии себе в большей степени, то даже не именно, что я не доверяю себе. И, соответственно, ну, что с этим нужно работать, иначе так и будем топтаться. Скажи, готова ли ты еще терять время и топтаться на месте, или готова идти в работу и решать эту проблему? Да не хотелось бы уже. Не хотелось бы что? Не хотелось бы топтаться, но топталась уже. Нет, хочу еще посидеть 10 лет. Да, такой заключительный вопрос тебе. Скажи, пожалуйста, как давно ты вот в состоянии этого недоверия и этой нерешительности? Очень давно. Очень давно. Очень, очень, очень давно. Вообще, вот этот недоверие, тут не недоверие себе, неуверенность в том, что я достаточно хороша, она, в принципе, фонит очень давно. Я даже не вспомню, когда она не фонила. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое тебе за сегодняшнюю встречу, за твою откровенность, пожалуй, не так просто, да, на открытую аудиторию говорите. Было страшно. Да, и это однозначно очень ценно, и я уверена, что сейчас кто-то для себя что-то тоже подчеркнул, узнал, может быть, себя в каких-то моментах, да, и это действительно твой опыт тоже был важен и для других сейчас. Я тебя благодарю и на сегодня прощаюсь. Пока. До свидания. Ой, итак, друзья, я переключилась. Скажите, пожалуйста, успешно ли я переключилась обратно? Насколько я вижу, у меня все сработало. Прекрасно, что у нас видимо непонятно, почему у нас такие передряги, да. Я вас попрошу сейчас вернуться ко мне в чат и дать обратную связь, как вам откликнулось, что вы увидели. Дайте мне, пожалуйста, ваш отклик, и затем я дам несколько комментариев тоже, да, по ходу работы, по тому, что я еще хотела бы добавить, да, сама. Да, все успешно, успешно, супер. откликнулось. Угу, 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 так, отлично, пожалуйста, давайте, дайте мне, пожалуйста, ваш отклик. Очень странно просто не видеть, когда ключевая камера работает, то есть, когда, допустим, зубы захватывает, а выход без камеры, странно очень. что вам откликнулось? Может быть, неожиданно получилось как-то, в принципе, выход, то есть, итог, да, как будто бы, то есть, начинали с одного, да, а вот так вот раз и всплыла совершенно глубокая дальняя. Кстати, вот я говорила, что мы, в принципе, все из детства цепляем. И действительно, так чаще всего и происходит, да, вот этот вот выбор, который был сделан неправильно, который породил в итоге недоверие к себе и застревание. Я лучше ничего не буду делать, потому что я не могу быть уверенной в результате, да, я боюсь не дать этот результат своим клиентам. Угу, очень круто, здорово, ага, в процессе прослушивания на своем рисунке неграфическом увидела два сердца, ага, Симу. Как потом помочь человеку, когда выявилась причина? Тоже через карты? Да, кстати, Елена, потрясающий вопрос. Вот по сути, это сейчас такая работа входная, да, и вот если бы, давайте я вам расскажу, как бы я дальше работала. Я бы, вот я спросила, да, то есть, готова ли ты идти с этим дальше, готова ли ты с этим дальше работать? И я бы закрывала человека, на то, чтобы идти в терапию, потому что та ситуация, которая вскрылась, она однозначно требует исцеления, то есть, нужно пойти, как бы я выстроила работу? Я бы пошла, разобралась в той ситуации, с чувствами, с эмоциями, которые были не прожиты внутри ситуации, да, которые были вызваны ее последствиями, с теми, что потерялась связь как бы с, по сути, с двумя людьми, да, на какой-то период, но один вернулся в жизнь, то есть, я бы с этим пошла работать, и пошла бы работать в ресурс возвращения вот этой уверенности и собственной силы, да, и вот с тем, чтобы сдвинуться с этой мертвой точки, пробить этот, наконец-то, финансовый потолок. И, конечно же, это можно все сделать через метафорические карты, да, и это вот такое тоже. Даже вот такие сессии, они для вас тоже оплачиваемые, но из этой сессии вы берете и ведете человека в хорошую длительную работу, чтобы раскрыть целиком, да, потому что по ходу, когда вы, это я вот вам гарантирую, когда вы пойдете в ту ситуацию, будут вскрываться дополнительные истории, будут они вскрываться, и их тоже нужно отрабатывать. И вот, не знаю, заметили, не заметили, да, что вот я вам хочу обратить внимание ваше, что на протяжении всей вот всего диалога, да, я возвращала клиента, возвращала клиенту то, что она говорила мне, да, это такой один из приемов работы с человеком, да, допустим, с картами тоже есть приемы, что разнообразно, их очень много, да, как раскрыть здесь вот, допустим, такое хорошее погружение, да, то есть стопорах практически не было в работе на самом деле, но бывает так, что мы стопоримся, и как вот эти стопоры преодолевать, это тоже есть несколько конкретных приемов, что мы делаем с образом карты, как мы человека разворачиваем по отношению к карте, к тому, что у него происходит, как вот цеплять вопрос за вопросом, как возвращать клиенту то, что он проговаривает, да, чтобы вот это вот проваливалось, жетончик проваливался внутрь, внутрь бессознательного, это тоже приемы определенные, это тоже приемы определенные, очень впечатлило, решение пойти на курс нужно сделать прямо сейчас, курс мы начинаем 3 числа, у вас есть время присоединиться до начала, да, конечно, только учитывайте, что, чтобы не затревать в своем принятии решения, да, потому что это чисто вот внутренние наши заморочки такие, очень похожая установка, сейчас я сейчас поднимусь по чату, так, тоже через карты, понравилась консультация, программа, не доверяю себе, нет уверенности, это мое, да, вот тут, но у каждого за этим будет стоять своя какая-то история, видите, какой должен быть результат такой консультации для клиента, очень круто, кстати, вот клиенту пришла как бы с вопросом, в чем причина, причину мы нашли, то есть, по сути, вот пришел запрос, да, очень большое такое, наверное, ключевое заблуждение у специалистов, когда мы начинаем работать с человеком, нам хочется сразу все исцелить, потому что мы, как специалисты, видим больше, мы понимаем больше немножечко, чем клиент, да, но клиент берет своими порциями, вот здесь всегда нужно понимать, что хочет клиент, и вот это вот мы учимся этому на структуре консультации, как работать с клиентом, да, и не нужно впихивать невпихуемое в одну сессию, вот здесь я хочу знать, в чем причина, я узнала, да, я хотела знать, в чем причина, я узнала, в чем причина, и это произошло благодаря тому, что я ее, в общем-то, направляла, да, к этой причине, не просто мы ушли по растекающимся размышлениям клиента, непонятно куда, да, а мы четко шли к тому, к чему нужно, клиентку ввели туда, куда нужно, чтобы найти эту причину, и по сути, вот сама стессия, она была сконструирована, друзья, прямо по ходу, да, это то, чему я хочу учить других, то есть не просто по там, где шаг влево, шаг вправо, да, и все, непонятно, что делать, а конкретно варьировать и искать, и уметь адаптироваться, быть пластичным внутри консультации, с одной стороны идти за клиентом, а с другой стороны при этом вести его глобально в нужную точку, к себе нужно безусловно любовь и забота, напряжение, чувство сложности, ведение сессии, задавание правильных вопросов, есть напряжение, смотрите, это вот тоже, опять-таки, это личностное восприятие, да, во-первых, сложности ведения сессии, потому что, может быть, отследить шаги еще вот так вот со стороны может быть сложно, да, без там понимания структуры, как, куда, чего идем, задавание правильных вопросов, да, да, и только, смотрите, еще и вопрос, да, не только про карту, мы разговариваем, карта как вход, бессознательное, а потом вот оттуда уже достаем, пришли свои осознания, классно, да, активное слушание, да, кстати, это тоже вот большой такой момент, что учиться слушать, да, то есть дать возможность человеку почувствовать, подумать, дать время, быть терпеливым в какой-то степени, Юля всегда удивляют такие связи событий, как всплывают давно прошедшие моменты, у нас все очень связано, очень все связано, друзья мои, да, точно нужно давать, что хотят и могут взять, да, да, то, что могут взять, да, не нужно перегружать, и клиента не нужно перегружать, и у каждого своя скорость восприятия, своя скорость прогрузки, да, вот этого вот нового, и важно тоже это учитывать, установить нужный рапорт с клиентом, да, вот это вот, когда клиент движется, ты движешься, ты движешься, и клиент за тобой тянется, и когда вот эта связь установлена, тогда вы идете прям хорошо, красиво, четко, да, большое осознание за очень короткое время, да, прям еще раз, я вернусь, вернусь к программе, да, то, вот, все то, что позволит вам работать с клиентами, да, находить причины, неочевидные и истинные причины в бессознательном, то есть мы это будем проходить, учиться устанавливать этот рапорт, устанавливать связь с клиентом, учиться идти за клиентом, с одной стороны, с другой стороны, вести его туда, куда нужно, да, потому что мы часто бывает так, что если мы просто будем идти за клиентом, он нас уведет в такие дебри своего там рассуждения, и уловки ума здесь могут быть, да, то есть и начнет вот прям водить, 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 водить вас вокруг да около, нужно вовремя взять за ручку и вернуть, и вернуть, все это мы будем делать в курсе, друзья мои. У нас есть три пакета участия, выбирайте тот, который подходит именно вам, не забывайте про рассрочку, вариантов множество, и еще раз повторюсь, давайте становиться профессионалами, реализованными профессионалами своего дела.